Глава 14. Детский мир. Мы возвращались домой усталыми, но счастливыми. Каждый радовался чему-то своему, и, наверное, больше всех радости испытывал я, потому что более успешного выхода из столь сложной ситуации представить себе было трудно. Оказавшись на территории райли, Тина тут же ссутулилась, убрала нож и вышла вперед, семеня чуть впереди хозяйки. Несмотря на разрешение, она по инерции продолжала следовать этикету. Гость должен был идти впереди хозяина, чтобы тот держал его в поле зрения. Тина обещала помочь мне добраться до апологетики, рассказал я райли, поэтому ты можешь не ходить. Ну, если не уверена, что я, ну ты поняла. Да вы, я смотрю, у меня за спиной уже планов понастроили. Куда ты его везти собралась без моего разрешения? Спутница покачнулась от усталости. Писатель хочет выбраться из города. Кто-то должен ему помочь. Нельзя его удерживать, ответила Тина. Я и не собираюсь его удерживать. Когда он будет готов, я сама его отведу, без сопливых. Так что не лезь в наши дела. Прости, райли, но с некоторых пор это и мои дела тоже. Вам нужно взять меня с собой. С какой стати ты нам сдалась? И вообще, зачем тебе в апологетику? Ты что, нашла суферакиль? Тина многозначительно промолчала. Что, правда? Ну, это, конечно, похвально. Но раз нашла, иди относи его апологетам. Мы-то тебе зачем? Сама, что ли, не дойдешь? Дойду. Но мой инсуакиль еще не закончен. Вы оказали мне великую услугу, и я докажу вам, что пятерки тоже могут быть благодарными. Я сполна отплачу вам за все, что вы для меня сделали. Вот как? И чем будешь платить? Для начала услугой. В походе до апологетики вам потребуется проводник. Не смеши меня, милая. Путь в апологетику знает каждый изгнанник. Или ты считаешь, что я не способна его преодолеть? Ты сильная и опытная изгнанница. Лучшая из нас. Для тебя этот путь будет простым, но не для писателя. Ты угробишь его, если поведешь туда. Значит, ты сомневаешься, что я смогу довести писателя до апологетики? Не сомневаюсь. Знаю. Пожалуйста, не сердись на меня. Дело вовсе не в тебе. А в чем? Ты ведь собираешься вести писателя по тропе блудных детей? Ну да. А как еще? Это самый простой, короткий путь. Все по нему ходят. Столько изгнанников, нашедших в Суфиракиле, уже по нему прошло. Вот именно. Изгнанников. А не людей. А какая разница? Тела-то одинаковые. Тела. Но не разум. Если ты поведешь писателя по тропе блудных детей, он умрет. Да с чего ты это взяла? Я сама видела. Однажды сулариты поймали человека, одного из последних мародеров, и повели его к Ватуриэлю. Тот собирался принести его в жертву Хо. Но на тропе блудных детей человек внезапно умер от чудовищного головного кровоизлияния. Я думаю, что район апологетики защищен от проникновения людей. Изгнанники безболезненно минуют тропу лишь потому, что их разум работает на другой частоте, несвойственной людям. В этом и заключается проблема. Писателю не пройти в апологетику. А как же мне тогда быть? Задачно спросил я. Может, есть какой-то иной путь? Есть, если идти не по поверхности, ответила Тина. Подземный ход, нахмурил Срайли. Это же гораздо опаснее. И длиннее, согласилась девочка. Зато мозги писателя не расплавятся. Хм. Ну и когда ты собираешься туда выдвигаться? Все зависит от вас. Когда будете готовы, только скажите, и я вас проведу. Надеюсь, до холодов вы это дело не затянете? Нет, конечно. Тогда порядок. А я пока поживу на фабрике. Вот черт! Райли насторожилась. Что такое? Вздрогнул я. Так, давайте быстрее, быстрее. Да в чем дело? Она указала в сторону отдаленных домов, которые постепенно растворялись в туманной завесе. Блин, опять этот туман, проворчал я. А что в нем такого? Ты серьезно? Покосилась Тина. Не знаешь? Шевелитесь же! Поскликнул Райли. Мы добежали до поворота на Арсеньева. Райли словно пьяную занесло в сторону, и она оперлась на забор. Тина остановилась отдышаться и сгорбилась, уперев руки в колени. Обе были уже на пределе. Как не вовремя! Хозяйка проползла немного по забору, оттолкнулась от него рукой и пошатнулась, удерживая равновесие, после чего неуверенно пошагала дальше. Ноги ее заплетались одна за другую. Идем, Тинка, не отставай! Скомандовал я. Тина сделала несколько шагов и упала. Ты чего? Господи! Поднимайся скорее! Она сделала попытку подняться, но не смогла. Постоянно оглядываясь на приближающийся туман, я начал ее поднимать. Тина, ну же! Еще немного осталось. Я не могу. Не получается. Наверное, придется мне остаться здесь. Нет уж! Я поднял ее на руки и, как смог, поспешил за движущиеся зигзагами Райли. На последних каплях сил мы, наконец-то, достигли знакомых ворот. Оставшиеся метры Райли преодолела едва не ползком. Я обогнал ее во дворе и, влетев в прихожую, опустил Тину на пол, затем вернулся обратно на улицу и с ужасом увидел, что туман уже перетекает через наш забор. Подхватив упавшую возле крыльца девушку, я волоком втащил ее в дом и захлопнул дверь прямо перед густой клубящейся дымкой. А потом, в полном изнеможении, свалился сам, растянувшись между ними. Успели. Еще бы чуть-чуть. Немного передохнув, я сначала отнес Тину в гараж, а затем помог Райли добраться до спальни. В голове крутился один и тот же вопрос. Почему в моих снах Хо постоянно просит меня пройти через туман? Для чего, если этот туман так опасен? Или речь идет о каком-то другом тумане? Тогда о каком? В самом начале своих злоключений мне уже довелось побродить среди тумана. Но я ничего в нем не нашел, кроме холода и сырости. Зачем же мне туда возвращаться? Изгнанники почему-то очень боятся попасть в него. Говорят, что туман смертельно опасен. Называют его дыханием Эндл Крона. Я пытался выяснить, что же в нем такого опасного. Но никто мне не ответил. Никто элементарно этого не знал. Просто боялись его и все. Как бы там ни было, прежде чем лезть в этот туман, нужно сперва во всем хорошенько разобраться. Поспешные решения здесь неуместны. Сидев в кресле, в котором обычно отдыхал Райли, я дополнял свои записи в дневнике. Давненько я за него не брался. В схеме добавились Тина и Флинт. Хотелось записать хронику последних событий, но головная боль не давала сосредоточиться. Голова болела с того момента, когда меня ударили. Но постоянное напряжение, в котором я пребывал последние дни, как-то отвлекало от этого, отвадя боль на второй план. Я лишь чувствовал, что в какие-то моменты голова начинала болеть сильнее, а в какие-то немного успокаивалась. Но болеть не прекращало. Сейчас, когда все острые проблемы и напряжения остались позади, головная боль стала замыкать сознание на себе, и избавиться от нее было уже невозможно. Все, что я мог сделать теперь, это тереть себе виски. Райли поднялась с кровати и подошла ко мне. У тебя все хорошо? Спросила она. Голова болит. В доме есть какие-нибудь лекарства от головной боли? Нет. Так я и думал. Если не пройдет, придется завтра аптеку искать. Здесь есть поблизости аптеки? Не надо ничего искать. Сейчас вылечу. Она подошла ко мне сзади и поднесла руки к голове, не дотрагиваясь до волос. Ты чего собираешься делать? Вы, люди, не умеете пользоваться собственной энергией. 80% ваших болячек легко лечатся именно при помощи нее. Райли начала делать руками круговые движения, и я почувствовал, как от ее ладони идет ощутимое мягкое тепло. Нужно просто ее правильно распределить и направить в нужное русло. Спазм сосудов напрямую зависит от нервной системы. Стоит лишь грамотно отрегулировать приток энергии к нервным волокнам, и блокада будет снята, давление стабилизируется, кровообращение нормализуется. Сейчас тебе полегчает. Она прекратила делать вращения руками, после чего стала методично отдалять и приближать их к моей голове с двух сторон, словно нагнетая в нее энергетические волны. С каждым таким импульсом боль отступала. Это было так приятно, что я расслабился и начал дремать. Ты еще не готов к этому, а? Я попытался обернуться, но руки Райли удержали мою голову от поворота. Эй, что за шутки? Не готов, но ты на верном пути. Да это и не Райли вовсе. Позади меня стоял кто-то другой. Это... это ты, Хо? Почему ты подкрадываешься со спины? Почему не дашь мне увидеть себя? Рана. Синхронизация нестабильна. Для ее завершения ты должен пройти через туман. Но я не уверен. Что там в этом тумане? Почему его все боятся? Потому что они не ты. Ты не такой, как все. И ты пройдешь через него. Но ты должен быть готов к этому. Как узнать, что я готов? Прислушайся к себе. Ты все поймешь сам. Я встрепенулся и открыл глаза. Стены уже почти погасли. Райли лежала на кровати, отвернувшись лицом к стене. Потрогав голову, до сих пор сохранившую ощущение прикосновения рук к Хо, я понял, что от боли не осталось и следа. Только шея затекла. Перебравшись на свою лежанку, я укрылся одеялом и довольно быстро заснул. Уже по-настоящему. До утра и без сновидений. Дела пошли своим чередом. Наконец-то мне удалось выяснить, зачем мы так долго хранили трупы у себя во дворе. Оказалось, что мертвецы с душком излюблены лакомство самов-мутантов, обитающих в болоте, расположено под обрывом ниже нашего коттеджа, с противоположной его стороны. Ловить этих причудливых рыбин, что любопытно, можно было прямо из дома. Вот она, мечта любого рыбака. Сначала ралли поочередно пронзила каждый труп здоровенными крюками. Их у нее было всего четыре. Поэтому два оставшихся мертвяка были просто обмотаны ягазой. Затем я поочередно отволок каждый труп на задний двор, где из-за обрушения почвы в обрыв сорвалась целая заборная секция. Там мы привязали к ним веревки и сбросили вниз 20-метровой высоты. Затем пришлось спуститься туда самим, сделав петлю до знакомого спуска, ведущего к электроподстанции мясника, и проталкивать наживку в болотную жижу. Я, если честно, представить себе немог, как рыба может водиться в такой трясине. Но в этом мире все было странным. Если Райли была уверена, что мы что-нибудь поймаем, то основания эти были небеспочвенными. Жизнь продолжалась. Обе мои подруги шли на поправку ударными темпами. Они все реже ложились отдыхать, все меньше задыхались после физических нагрузок и постепенно снижали размер пайка, входя в привычный для изгнанников режим. Райли стоически переносила процедуру снятия швов, хотя кто больше натерпелся, еще неизвестно. Выдергивать нитки, уже основательно заросшие, регенерировавшись тканью, было делом непростым, но мы справились. Далее я лишь регулярно обрабатывал зарубцевавшуюся рану косметическим средством, постепенно ликвидируя ее остатки. Чтобы не терять время недаром, Райли предложила начать мою подготовку к грядущему походу, что я воспринял с огромной радостью. Наконец-то меня начнут обучать премудростям выживания в городе. Все эти дурацкие и бессмысленные, как мне казалось, медитации и уроки психической концентрации порядком надоели. Хотелось постичь истинный дзен изгнанника. Все это шаолиньское мастерство владения ножами и приемами рукопашного боя. Думал, что вот-вот мне откроется истина, и я вмиг просветлев, стану супербойцом, способным в одиночку разобраться с кем угодно. К подобным заблуждениям склонно большинство людей, и я не исключение. По этой самой причине начало наших занятий было сопряжено с великими разочарованиями. Райли очень быстро плюнула на попытки обучить меня метанию ножей. Я так и не смог понять, как их правильно кидают. Вот, смотри, все очень просто, говорила она. Нож держишь вот здесь, вот таким образом, видишь? Твоя задача создать телом волну от этой части корпуса к руке. Она красиво покачнулась, продемонстрировав невероятную пластичность своего тела. Видишь, волна пошла сюда, через плечо, перешла в руку, локоть, кисть и нож. А теперь смотри, что получается. Учительница повторила движение уже в ускоренном темпе, и нож, выскользнув из ее руки, словно завороженный, воткнулся в дерево. Выглядело это так, будто девушка вообще не затратила на бросок никаких усилий. Однако же, попытавшись выдернуть лезвие из древесины, мне пришлось попыхтеть, оно засело глубоко и прочно. Это все из-за волны, пояснил Райли. Энергия от тела передается ножу. Кажется, что он брошен слабо, но это не так. Давай попробуй теперь ты. То, что у нее выходило так красиво и легко, у меня выглядело просто ужасно. Мой задубевший торс ни в какую не желал пластично гнуться, а корявые руки работали как палки. Нож в основном улетал мимо дерева, кувыркаясь, как ему вздумается. Поначалу Райли пыталась как-то помочь мне с техникой, но через час терпения ее лопнуло. Ладно, достаточно. Волновое метание это для тебя слишком сложно, признала она. Давай хотя бы разучим классический бросок. Он примитивнее, но проще в освоении. С классическим броском дела обстояли получше, и раз пять я даже сумел воткнуть острие в дерево. В остальных случаях нож пролетал мимо, рикошетил от ствола, либо удалялся в него рукояткой. Одно расстройство и разочарование. В конечном итоге мы попробовали освоить рукопашный бой на ножах. Тут уже у меня терпение устремилось к нулю, поскольку Райли начала не с ударов, а с правил удерживания ножа, переходов из прямого хвата в обратный и методики извлечения оружия из ножен. Она постоянно говорила, что я держу нож неправильно, даже когда мне казалось, что я все делаю верно. Попытавшись оправдаться, что, дескать, мачета гораздо длиннее и тяжелее ее ножиков, я столкнулся с презрительным ответом. И что теперь? Прежде чем махать ножом, нужно научиться правильно его удерживать, чтобы наносить более точные и сильные удары. Да даже просто, чтобы оружие из руки не выбили. Вот, гляди. Райли поднесла к моему лицу свою руку. Вот, три пальца, большой, указательный и средний, они основные. Два оставшихся на подхвате усиливают зажим. Но главные только эти три. Указательный и средний задают положение хвата. Большой фиксирует хват. Все, нож в руке. Она продемонстрировала выхватывание ножа из ножен. Это обратный хват, боевой, режущий кромкой от себя. Ни в коем случае не на себя. При этом хватит и сможешь нанести быстрый удар. Вот так. Учительница медленно провела нож параллельно моему горлу. При колющих ударах все по-другому. Тут уже нож удерживаешь вот таким образом. Подожди, разве мой мачете способен наносить колющие удары? Нет. Но ты можешь завладеть ножом своего врага. Когда представляется такая возможность, не пренебрегай ею. И разминай пальцы. Они у тебя очень слабые и негибкие. Делай упражнения. Вот такие. Она быстро-быстро пошевелела всей пятерней. Или такие. Рука расслабилась, а потом резко сложилась в клешню. С тремя скрюченными на манер когтей пальцами. И двумя поджатыми к ладони. Наконец ее пальцы вновь распрямились и расслабились. Пощупай мою руку. Я прикоснулся к ее кисти. Сначала рука была мягкой, словно тряпочкой, лишенная костей. Но вдруг напряглась, став твердой как металл. Чувствуешь? Обалдеть. Тренируйся регулярно. Твои руки – это твое спасение. В общем, описывать все эти уроки смысла нет. Они проходили долго и нудно. Порой я сам себя бесил, не в состоянии выполнить, казалось бы, элементарные движения и захваты. Таким вещам не научишься за неделю. Да и за месяц тоже. Нужны годы тренировок, чтобы достичь приемлемого результата. В итоге, с горем пополам, Райли обучила меня азам обращения с ножом. Но это была самая нижняя планка мастерства. Да какого там мастерства? Так, основа основ. Конечно, мне бы хотелось приврать, написав, что я стал эдаким крутым рубакой. Но это было бы слишком глупой неправдой. В плане владения оружием я так и остался бездарем. Все мои личные победы были сопряжены либо с величайшим трудом, либо с величайшей удачей. Даже употребление айта лука, заметно расширяющего мои возможности, лишь на малую толику повысило мой потенциал. В крутого мужика я, увы, так и не превратился, как не старался. Но вот что определенно подвергло серьезной загалке, так это мой дух. Я на личном опыте убедился в том, что сила духа способна компенсировать недостаток физической силы. Помимо силовых тренировок, Райли проводила со мной и теоретические занятия, обучая выживанию в аномальной среде. Эта учеба была непростой, приходилось очень много запоминать, но более интересной. Сначала я хотел законспектировать урок, однако учительница отобрала у меня тетрадь и отбросила ее в сторону. Ты не сможешь ходить по городу, постоянно глядя в тетрадь. Учи запоминать информацию, тренируй свою память. Послушай, а почему бы не воспользоваться сталкерским приемом? Примотать к гаечке бинтик и швырять во всякие подозрительные места? Спросил я. А подозрительным местом окажется озорница, и твоя гаечка вернется к тебе со скоростью 3500 км в час. И дело даже не в этом, а в том, что аномалии, помимо своих проявлений, еще и обладают различной реакцией. На них может влиять давление, температура, вибрация и так далее. Есть аномалии, по которым мы с тобой можем спокойно пройти, и ничего с нами не случится, в то время как тяжелый мясник будет порван в клочья. Поэтому по передвижениям мелких зверушек ориентироваться тоже не получится. Они могут спокойно бегать по аномальному участку, наступив на который ты тут же простишься с жизнью. Как же их тогда вычислять? Выход один. Запоминать их признаки. Подмечать каждую мелочь, не боясь полагаться на интуицию. Большинство аномалий имеют ярко выраженные свойства. Они не всегда откровенные и броские, но вполне заметные. Так что внимательность, внимательность и еще раз внимательность. Я расскажу тебе обо всех аномалиях, которые знаю. Запоминай. Экзаменовать буду очень строго. Ты можешь плохо владеть ножом, но уметь избегать аномалий ты просто обязан. Так начались продолжительные теоретические уроки, на протяжении которых Райли рассказывала мне об аномалиях. И если первые три я успешно запоминал, то дальше все начинало путаться в голове, наслаиваться друг на друга, и примерно на десятой аномалии я уже чувствовал, что окончательно запутался. Тогда мы придумали новый способ обучения, при котором делали передышки после каждой пятой аномалии. Стало немного полегче. Но все равно, первое время я сильно плавал на экзаменах. Ты идешь по дороге и видишь расходящиеся круги на асфальте, как на воде. Что за аномалия? Каков принцип реакции и твои действия? Водянка, вибрационная аномалия, создает колебательный резонанс, от которого тело распадается на части. Я должен остановиться, оценить радиус затухания концентрических кругов аномалии, визуально отмерить от этой дистанции 5 метров и обходить строго по этому условному контуру, продолжая держать аномалию в поле зрения. Правильно. Ты идешь по улицу и вдруг слышишь мелодичные трели, похожие на арфу. Музыка очень приятная, усыпляющая, но слегка приглушенная, что заставляет тебя невольно прислушаться к ней. Потом подойти поближе, чтобы расслышать мелодию. Что за аномалия? Каков принцип реакции и твои действия? Митька... Нет-нет-нет, арфей. Точно, арфей. Акустическая аномалия второго порядка, одна из самых опасных. При попадании в нее жертва сходит с ума, а затем погибает от внутренних кровоизлияний. Заслышав первые отголоски трели, я должен немедленно вставить в уши специальные затычки и вынуть их, лишь отойдя на приличное расстояние от потенциального источника угрозы. Правильно. Ты идешь по дороге и видишь зеленоватое свечение над травой, сопровождающееся легким шелестом. Что за аномалия? Каков принцип реакции и твои действия? Хм, сейчас погоди. Так, что же это? Время, писатель, время. Там у тебя времени на раздумья не будет. Танцовщица? Нет. Это была мертвая бирюза. После третьего вдоха ее испарений ты понимаешь, что удаляясь от нее, ты задыхаешься, а чем ближе к ней, тем тебе легче дышится. Подходишь все ближе и ближе, ступаешь на траву и с ног до головы покрываешься зеленым налетом оксида. Твой организм быстро окисляется. Ты мертв, писатель. От тебя остается только горстка зеленых лохмотьев. Черт, точно, мертвая бирюза. Отдыхай пять минут и начнем по новой. После очередного изнурительного урока я спустился в гараж к Тине. С того момента, когда мы вернулись после разборки с Флинтом, девчонка стала менее разговорчивой. Это не было связано с настроением. Скорее, обычное состояние изгнанец-одиночки. Она успокоилась, зная, что ее не выгонят, и не видела смысла разводить со мной какие-то длинные беседы. Отвечала кратко и по существу. Вроде как и не замыкаясь, но особо и не разглагольствуя. В отличие от словоблудливого Флинта, которому без разницы о чем говорить, лишь бы говорить, Тинка словами попросту не разбрасывалась. Да и не нуждалась в разговорах. Если сравнивать Тину и Райли, то это две яркие противоположности. Тина внешне более скромная, более нежная и отрешенная. Она кажется совершенно беззащитной и даже запуганной. В общении выдерживает раболепные нотки, всем видом давая понять, что она помнит свое место и относится к хозяевам с величайшим уважением. Именно на этом уважении, помноженном на благодарность, изъиждется наша с ней дружба. Но ничего глубинного и духовного в ней не было и нет. Конечно, где-то внутри ее натуры ощущаются какие-то скрытые метания и стремления, но делиться ими она не собирается ни с кем. Потому что это ее и только ее путь. Помимо этого, Тина изо всех сил старалась отплатить нам добром, по ходу дела не забывая о себе. И она слегка компенсировала все наши издержки. Но можно ли подобные отношения назвать истинной дружбой? Думаю, что нет. Так же, как и дружбу Флинта. Райли же, напротив, внешне кажется этакой оторвой. Иногда она взбалмошная, иногда излишне резкая. Способна быстро вспыхнуть на ровном месте. Порой ее пробивает на разговоры, а порой из нее и слова не вытянешь. Настроение Райли меняется непредсказуемо, как флаг на ветру. И может ошибочно показаться, что она очень холодная и расчетливая. Однако это лишь фасад ее образа, маской сгнанницы, пытающейся играть человека. В душе Райли дружелюбная и самоотверженная натура, склонная к безвозмездным поступкам. Все ее внешние порывы – это бури в стакане воды, которые шумят, но не губят. А под этой клокочущей поверхностью всегда царит покой, сосредоточенность и, что особенно важно, беззаветная преданность. В отличие от более простых и понятных Тины и Флинта, сложная и неуравновешенная Райли – это друг с большой буквы. Такой друг, который не предаст меня никогда и ни при каких обстоятельствах. Такой дружбой надо дорожить изо всех сил. Но, увы, меня как будто надирало постоянно портить наши отношения. Всякий раз, когда общение наконец-то налаживалось. Да, да, ссора по поводу Тины была не последней и не самой тяжелой ссоры, возникшей между нами. И мне еще придется испытать на себе праведный гнев Райли, едва не схлопотав от нее по морде. Но я опять забегаю вперед. До этих малоприятных событий, почти разрушивших по моей вине нашу спокойную обитель, произошла одна интересная и крайне опасная вылазка, которая вполне могла бы стать для нас последней. И так я в очередной раз навестил Тину, принеся ей ужин. Но теперь она не приступила к еде, как обычно. Вместо этого подруга как-то странно надулась, нахохлилась, подбирая в уме правильные слова для серьезного разговора. Мне было трудно отринуть облик маленькой девочки, вводящей меня в умиление и настраивающей на отеческую заботу. Но со временем я уже научился глядеть сквозь него, видя за этими детскими чертами образ матерого, отчаянного изгнанника, которому удалось выжить даже в этом худощавом тельце. Для подобного подвига действительно требовалась героическая отвага, чудовищная воля и колоссальный опыт. Понятно, что я по сравнению с этой девочкой был даже не мышью, а, наверное, жалким тараканом, ведь я бы не смог пережить и малой толики того, что вынесла она. Писатель, мне нужно. Я должна увидеть Райли, выдавила из себя Тина. Тебе не сложно передать ей? Ну, что у меня есть к ней важный разговор. Очень важный. Конечно, я сейчас же ее позову. Тон Тинки показался мне очень странным. Было видно, что внутри нее борются два мощных противоречия, и принятое решение далось ей с большим трудом. Размышляя о возможных причинах ее неожиданного волеизъявления, я поднялся наверх и передал информацию Райли. Тина хочет с тобой поговорить. Сказала, что это очень важно. — И что? Я теперь должна бежать к ней в припрыжку? — вздрала нос та. — Тоже мне, начальница, выискалась. — Ну, а как быть? В дом-то ты ее не пускаешь. Может, все-таки не стоит отмахиваться? Выслушаешь ее? Мне показалось, что информация действительно серьезная. — Никуда я не пойду. Еще чего не хватало. Если хочет поговорить со мной, пусть сама поднимается сюда. — Хорошо, я ей передам. Я вернулся обратно к Тине и сообщил, что хозяйка готова к аудиенции. Райли встретила нас, развалившись в своем кресле, как королева, поджав одну ногу под себя и расслабленно положив руки на подлокотники. Тина робко вошла в комнату, не поднимая глаз на хозяйку, и вежливо поклонилась. — Здравствуй, Райли. — Привет. Ну и зачем ты отвлекла меня от важных дел? — Прости меня за это. Я должна обсудить с тобой кое-что. — Надеюсь, что это связано с твоим уходом? — Да, я полностью восстановилась, и все благодаря тебе, тебе и писателю. Поэтому я готова покинуть твое жилище. — Наконец-то! Отличная новость! И когда ты собираешься нас покинуть? — Послезавтра, с твоего позволения. — Хм... Идет. Рада, что не придется тебя выгонять. — Но прежде чем уйти, я вынуждена попросить тебя об одном одолжении. — В каком еще одолжении? — Райли скривилась, словно надкусила лимон. — Для меня это очень важно, просто необходимо. Я уже сказала, что нашла суфиракин и готова идти в апологетику. — Для меня, как и для тебя, как и для всех изгнанников, этот путь священен, и я должна предстать перед апологетами достойно. — А в чем проблема-то? — У меня... Тина еще сильнее потопила голову. — У меня нет подходящей одежды для этого. Я не могу выйти к апологетам в этих рваных обносках. — Хочешь, чтобы я дала тебе одежду? — Нет. Твой размер слишком велик. Мне нужно отыскать детскую одежду, которая бы мне подошла. — Тогда при чем тут я? Полазь по квартирам, а в осень найдешь что-нибудь подходящее. — Мне нужна новая одежда, неношенная. Я должна выглядеть идеально. Для этого мне нужно сходить в детский магазин. Только там можно найти подходящую одежду. — От меня-то ты чего хочешь? — Хочу, чтобы ты сходила вместе со мной в детский мир. — Куда? Райли аж привстала с кресла. — А может, прям сразу на набережную? — Детский мир. Ты совсем, что ли, свихнулась, милая? Забыла, что это за место. И еще хочешь, чтобы я с тобой туда поперлась? Нашла, дуру. — Мне нужно именно туда. — Ну и топай, раз тебе нужно. Я бы пошла. Но если туда я доберусь без проблем, то обратно с ношей выбраться у меня не получится. — Так ты и не набирай много. Ты чего, целый гардероб решила себе набрать? Возьми пару платьишек симпатичных и хватит тебе. Да и вообще, нечего туда лезть в этот детский мир. Это самоубийство натуральное. Сходи вон в дюймовочку. Этот магазин в два раза ближе находится. Дюймовочка сгорела. Ты же в курсе. — А, ну да. Тогда пошарь на складах мародеров. На кой тебе детский мир-то сдался? — Райли, мне нужно в детский мир. Пожалуйста, не отказывай мне. — Я смотрю, ты обнаглела, дорогуша. Тебе не кажется? Не знаю, что за дурь тобой движет, но меня на это безумие подписать не удастся. — Если ты поможешь мне, я помогу писателю выбраться из города. — Правда? — Стрепенулся я, словно ужаленный. — Райли, умоляю, выслушай ее. — Ох! — та закрыла лицо ладонью. — Ну давай, рассказывай, чем ты будешь ему помогать. — Апологеты не помогут тебе, писатель, прости, виновата взглянула на Меотина. Я должна была сразу сказать это, но не хотела лишать тебя надежды. Тем более, что шанс выбраться у тебя все-таки есть. Но договариваться надо не с апологетами, а с сумеречниками. — Как, если они сразу стреляют на поражение? — Для этого нужно наладить с ними связь. Мне известно, что они что-то ищут в глубине города. Возможно, ты сможешь помочь им в поисках, и за это тебя выпустят. — Да я бы помог, если бы знал, что искать. Может, есть какие-то предположения насчет того, что они могли потерять? — Этого я не знаю, клянусь. Но то, что они ищут нечто очень важное и секретное, определенный факт. Когда-то апологетика была связана с периметром, однако потом связь прервалась. — Да, я слышал об этом. — Так вот, разрыв связи произошел из-за конкретной причины. Кто-то захватил у сумеречников очень ценное оборудование, нарушив договор о неприкосновенности. — Кто? — Откуда же мне знать? — Я даже предположить не могу, что это было за оборудование. — Тогда какой от тебя прок? — клянился Райли. — У меня есть ключ. Деталь, без которой эту ситуацию не сдвинуть с мертвой точки. — Какая деталь? — Коннектор, передающий устройство с маяка сумеречников. — Ни хрена себе! Глаза у Райли расширились. — Как ты его раздобыла? — Маяк был выведен из строя, когда начались распри между Латуриэлем и Апологетикой. Мне неизвестно, была ли его поломка причиной этого раскола, или же маяк сломали уже после начала конфликта. Теперь это уже не важно. Нибилар считает, что маяк испортил Латуриэль, который до этого не раз высказывал параноидальные предположения о том, что сумеречники следят за нами через это устройство. Латуриэль же, хоть и подтверждает свои опасения насчет этой слежки, но говорит, что маяк он не ломал. Что это сделал кто-то другой, дескать, на маяке было установлено какое-то запретное оборудование, и он сам хотел когда-нибудь его уничтожить, но его опередили. Как бы там ни было, я нашла тот самый коннектор. Однако больше никаких деталей сумеречных технологий мне обнаружить не удалось. — Так вот, что ты сперла у Латуриэля, — кивнула Райли. — Ради этого он за тобой гонялся. — Нет, коннектор — это ерунда. Никакой практической ценности он не представляет. — Тогда как он поможет писателю? — А вот как. Коннектор — это шанс. Тонюсенькая ниточка, которая сейчас так нужна Нибилару. Когда маяк заработает, сумеречники увидят его и поймут, что апологетика вновь готова к контакту. Сейчас они думают, что маяк уничтожен из-за агрессии апологетов. Возобновление сигналов маяка даст им понять, что мы не враги, и что мы готовы наладить с ними связь. Ну а когда контакт с сумеречниками состоится, Нибилар сможет сообщить им о писателе. И попросит их выпустить его из города. Нибилар на это пойдет? — Да. Ему жизненно необходимо наладить связь с сумеречниками. Пока. Пока не разразилась война. Он поможет писателю, если тот вернет ему коннектор. Доверься мне, Райли. Я знаю, что говорю. Ведь это и есть мой... Она запнулась. Мой, Суфиракиль. Райли помолчала, затем подняла глаза и спросила. — Позволь догадаться, милая, и этот самый коннектор сумеречного маяка находится в детском мире, да? Точнее, под ним. В подземном убежище, прямо под магазином, — ответила Тина. — Так вон оно что. Тебе нужно проникнуть в детский мир не ради шмоток. Там расположен твой старый схрон с наворованным добром. Поэтому тебе и нужна я, чтобы вытащить все барахло оттуда и перетащить в новое жилище. Ах ты, маленькая хитрюга. А я-то думаю, чего ты ходишь вокруг да около? Ты поможешь мне? Тина осмелилась посмотреть ей в глаза. Райли украдкой взглянула на меня. Я сделал умоляющую мину. Вздохнув, хозяйка опять перевела взгляд на Тинку. В любом другом случае, я бы послал от тебя куда подальше. Но если твой коннектор действительно поможет моему другу, писателю, то я готова на это сумасшествие. Спасибо. Спасибо, в карман не положишь. Знаю. И поэтому, Райли, у меня и для тебя кое-что есть. Вот как? Да неужели? Знаешь, Тина, самое лучшее, что ты можешь для меня сделать, это поскорее убраться на свою новую законную территорию. У меня есть все, что мне нужно, и вряд ли твое скромное барахлишко вызовет у меня интерес. На мелочевку я не размениваюсь. Тебе придется предъявить нечто действительно стоящее, чтобы я остался довольный этим подарком. Так что лучше даже и не пытайся. Мне от тебя ничего не нужно. Вполне хватит того, что ты поможешь писателю. Поверь мне, ты от этого не откажешься. Откуда такая уверенность? Я знаю, что у тебя есть мечта. Ты случайно выдала мне ее во время нашей психосинхронизации. И эта мечта не связана с апологетикой. Ах ты! Райли вскочила с кресла и ухватила Тину за ворот с такой силой, что я услышал треск рвущихся ниток. Как ты посмела, дрянь такая, копаться в моем сознании? Об этом никто не узнает. Клянусь своим инсуакилем. Только попробуй пикнуть об этом, порву в клочья голыми руками. Отпусти, умоляю. Убить тебя мало. Райли оттолкнула ее и вернулась в кресло. Подумать только. Она знает мою мечту. И это учитывая, что даже я сама не знаю, в чем конкретно она заключается. Не знала до последнего времени. А теперь стоишь на пороге ее осмысления. Твоя мечта, конечно же, очень странная. Сейчас же прикуси язык! Райли беспомощно покосилась на меня. Но можно попробовать ее осуществить. Договорила Тинка и замолчала. Хозяйка вновь поднялась с кресла, сделала несколько кругов вокруг него. И, в конце концов, не выдержала. Чушь. Это неосуществимо. Латурель так не считает. Причем тут он? Притом, что подобной мечтой одержима не только ты, но и он. Но в отличие от тебя, его планы разрушительны, как для апологетики, так и для человечества. Погоди. Латурель что создал? Не до конца. Я выкрала материалы его работы и спрятала их. Вот почему он так отчаянно меня ищет. Вот почему бандиты грязного Гарри лишили меня энергии, но сохранили тело в целости. Только я могу пробраться туда, где спрятаны материалы. Для этого я нужна ему живой и способной двигаться. Так вот оно что. Райли уперлась локтями в спинку кресла и схватилась за голову. Латурель, чертов ублюдок, он все-таки сделал это. Не успел, напомнила Тинка, благодаря мне. Но он ведь мог возобновить исследование заново. Для этого ему нужен один уникальный материал, который можно достать только в определенном месте. Там, откуда еще никто не возвращался. В затопленной лаборатории. Интересно, каким образом он надеялся его раздобыть? При помощи Хо. Дескать, Хо обещала ему предоставить этот последний фрагмент в обмен на жертву, на человеческую жертву. То есть Хо существует? Не знаю, но под каждым мифом есть конкретные основания. Латурель, конечно, фанатик, но не идиот. Он мог нагнать мистического пафоса, придумать божественную подоплеку, тем самым завуалировав настоящие процессы своей работы. А истина, быть может, кроется в чем-то простом, незамысловатом, материальном. Мда, подумать только. Если бы Латурель справился, если бы он добился реализации этой идеи, получилась бы настоящая бомба, заложенная под апологетику. Не только под апологетику, весь мир постигла бы катастрофа. Это точно. Ох, Тина, вот уж не думала. Все считали тебя мелкой воришкой, туннельной крысой, а ты у нас, оказывается, патриотка апологетики. Достойный суфир, Акиль. За этот подвиг апологеты должны тебя на руках носить. Одного не могу понять. Отдавая мне в руки столь опасные материалы, не думаешь ли ты, что я могу ими воспользоваться во зло, как Латурель? Не правильнее ли было передать их Небелару? Нет, не правильнее. Я не доверяю никому, даже Небелару. Эти материалы очень соблазнительны. Я изучила их и сама хотела ими воспользоваться, чтобы стать другой. Но не смогла. Потому что они рассчитаны на более совершенные образцы, не ниже семерок. Таким образом, для меня они потеряли всяческий смысл. Сначала планировала уничтожить их, но потом подумала. Пусть хранятся. Вдруг понадобятся кому-нибудь. Вот и понадобились. Я встретила достойную изгнанницу, которая сможет ими грамотно распорядиться. И единственную, которой я теперь могу доверять. Ты думаешь, что я смогу завершить работу Латуриэля? Не знаю, но ты хотя бы попробуешь. Если есть шанс осуществить свою мечту, то нужно им воспользоваться. Посмотрев на нее с сомнением, Райли потерла глаза и сухо подытожила. Хорошо, ты меня убедила. Выходим завтра утром. Надеюсь, ты помнишь дорогу от фабрики до границы 5.11? Прекрасно помню. На этом этапе проблем не будет. Сложности начнутся, когда перейдем через границу. Да уж, это точно. Зверья там навалом. Больше, чем нужно. К детскому миру придется подбираться по тайными ходами. Тинка подошла к карте и провела пальцем линию. Отсюда сюда напрямик по канализации. Тут выйдем на поверхность, пройдем квартал и снова уйдем под землю. Погоди, погоди. Где ты сказала второй вход в подземелье? Вот тут. Снова ткнула пальцем Тина. Если мне не изменяет память, там находится Дантова длань. Все верно. Придется выбрать подходящее время и двигаться строго в зоне терминатора. Тогда не сгорим и не замерзнем. Да уж. Прогулочка намечается, что надо. Но обойти никак нельзя. Боюсь, что нет. Велика вероятность встретить огромные стаи голодных хищников. Дантова длань единственное место, куда они не суются. Я бы тоже туда не сунулась. Ну да ладно. Что там дальше после канализации? Подземный ход неплохо сохранился и выведет нас прямо к детскому миру. Увы, напрямую пробраться в подземный склад не получится, так как он надежно изолирован от канализационных путей. Ведь этот склад по совместительству бомбоубежища. Спуститься туда можно либо через магазин, либо через склад, либо через запасной вход, расположенный неподалеку от магазина. Здесь нас ждет самая главная проблема. В районе детского мира мы можем столкнуться с крайне неприятным сюрпризом в виде жутких тварей. Столь ужасных, что именно из-за них мне пришлось обратиться к тебе за помощью. И что же это за зверушки? Экрофлониксы? Ходоки? Нахмурилась Райли, покусывая ноготь. Гораздо хуже, покачал головой Тина. Злодеи. Йооо. И сколько их там? Думаю, что как минимум целый Прайд. Охренеть. Боюсь, что шансов у нас в таком случае нет. Я видела злодея всего один раз, и при этом он едва не перерезал меня пополам. Это был всего лишь один небольшой злодей, подросток. Взрослых особей я не встречала. А если их там вообще целый Прайд, то пиши пропало, нас сожрут еще на подступах к магазину. Мы должны рискнуть, игра стоит свеч. Если будем действовать осторожно и продуманно, то сможем пробраться на склад, не нарвавшись на злодеев. Не исключено, что они вообще ушли оттуда, и теперь путь свободен. Что-то я сомневаюсь. Но предложение действительно заманчивое. Ради этого можно рискнуть головой. Возвращайся в гараж и отдохни как следует. Завтра с утра мы с тобой выдвигаемся. А я? Я тоже пойду, выступил я. Нет, ты не пойдешь. Почему? Потому. Туда даже мы не факт, что проберемся, а с тобой тем более. Сиди дома и жди. Если мы не вернемся... Ну, в общем, ты понимаешь, о чем я и что ты должен делать. Я должен пойти с вами, мне это нужно. Какой опыт я приобрету, отсиживаясь дома? Мне в любом случае придется отправиться в центр города, так уж лучше подготовиться к этому походу, пройдя испытания кровью. В его словах есть доля истины, поддержала Меотинка. Мы можем взять писателя с собой. Убьют его там, пессимистично ответил Райли. Вот и все, чего мы добьемся. Не убьют. Я буду крайне осторожен, обещаю, заверил я. Знаю я твою осторожность. Поверь, я учусь на своих ошибках. Мои проколы больше не повторятся. К тому же я смогу тащить на себе багаж Тины, в то время как вы будете идти налегке, готовая к бою. Это разумно, закивала Тинка. Да помолчи ты, отмахнулся Райли. Еще одна на мозге капает. Хватит это обсуждать. Мне нужно начать сборы для завтрашней вылазки. Ты возвращайся в свой гараж. А ты, если хочешь пойти с нами, подготовься как следует. Как следует, я сказала. Все, оставьте меня в покое. В ночь перед походом мне приснился весьма странный сон. Я запомнил его очень хорошо, хотя в нем не было Хо, просящего меня пройти через туман или дописать свою книгу. Было нечто другое, не менее удивительное и отдающее каким-то непостижимым символизмам. Я попал в детский мир. Точнее, я был уверен, что этот магазин именно детский мир, хотя никаких игрушек на полках не было. Наверное, убеждение связывалось с недавним разговором о походе. Побродив по пустым залам, я все больше начинал понимать, что ошибаюсь, и что это вовсе не детский магазин, а салон для новобрачных. На стенах повсюду изображались позолочные кольца, упитанные амурчики и цветы. В центре салона, на продолговатом стенде, стояли четыре манекена в подвенечных платьях. Пятая, ближайшая ко мне подставка под манекен, пустовала. Медленно двигаясь вдоль витрины, я начал рассматривать невесты. Все они были абсолютно разными и, как выяснилось, вполне живыми. Они шевелились, моргали, провожали меня взглядами. Первая невеста была невысокой, немного пухленькой, с остренькими глазками. В руках она держала букетик гортензий. На груди посверкивала серебристая брошь в виде ящерки. В этой девушке не было ничего особо примечательного, но она выглядела довольно миловидно. Вторая невеста радикально отличалась от первой. Это была бледная и очень высокая женщина-вамп. В своих худых пальцах, украшенных фиолетовым маникюром, она удерживала веер, унизанный острыми лезвиями, и больше похожий на оружие кунаити, японской женщины-ниндзя. Такие же лезвия из темного обсидиана органично вплетались в ее роскошное платье. Из них были выполнены и серьги, и наконец, они составляли корону, делающую девушку немного похожей на американскую статую свободы, или богиню смерти Гекату. А к спине были приделаны декоративные крылья, как у бабочки, переливающиеся перламутром, и по краям обрамленные все теми же обсидиановыми ножами. Ничего не скажешь, острая штучка. Об такую и порезаться недолго. Взгляд у второй невесты был таким же режущим, как и ее многочисленные лезвия. Даже просто смотреть на нее со стороны было немного жутко, поэтому я поскорее миновал эту обсидиановую бабочку. Третьей невестой оказалась... Райли? Да, это действительно была она. Или же не она, но очень на нее похожая. Правда, тело этой дамы вместо подозрительного синеватого оттенка имело вполне себе здоровый загар, которого так не хватало оригинальной Райли. По сравнению с довольно простенькой первой девушкой и вызывающей опасной второй, третья выглядела самой идеальной. У нее было самое красивое платье с открытыми плечами, а на бедре за подвязкой торчал нож, которого я не видел, но почему-то был в полной уверенности, что он там. Это точно Райли. Даже на свадьбе вооружена. Такую невесту уже не похитишь. Я усмехнулся, и она улыбнулась мне в ответ, словно догадалась о моих мыслях. И тут мой взгляд упал на последнюю, четвертую девушку. От ее вида по моей спине пробежал холодок. Во-первых, подвенечное платье на ней было не белого, а черного цвета, голову покрывала черная фата, а из-под опущенной на лицо вуали горели две зеленые точки глаз. Платье было полупрозрачным, и я отчетливо разглядел, что под ним у девушки надет обтягивающий костюм опричницы с ремнями, застежками и кобурой. Это была не обычная невеста, а замаскированная под невесту сумеречница. — Ты должен остаться в этом городе, — произнесла она, сколыхнув дыханием края вуали, — навсегда. — Нет, я не хочу. Я здесь не останусь, — попятился я. — Тебе нельзя покидать город. Черная невеста подняла руку, в которой неожиданно материализовался пистолет, направленный мне в лоб. — Карина, не надо! — закричала Райли, метнувшись между мной и дулом пистолета. Прозвучал выстрел с присвистом, словно стреляли через глушитель, и закрывшая собой линию огня девушка повалилась на меня. Мы вместе упали на пол, и я видел, как на кипельно-белом платье расползается алый цветок крови. — Глупая дура, что же ты наделала? — с горечью произнесла черная. Фонарики ее светящихся глаз угасли. Она молча поднесла пистолет к виску и нажала на курок. Опять пронзительный присвист выстрела. На стену брызнула темно-зеленая жидкость, и тело невесты, словно переломившись, рухнуло с постамента. — Райли, ох, господи! — я прижал к себе раненую подругу. — Тебе надо к врачу. Тебе нужна помощь. — Это должно было случиться, — ответила она. — Ресурс моего тела полностью исчерпан. — Неправда! Не говори так! Я умоляюще посмотрел на двух оставшихся невест, надеясь встретить какую-то поддержку, хотя бы моральную. Но они просто возвышались надо мной, поглядывая сверху вниз, и молчали. Они уже были мертвы. — Райли! — закричал я, комкая пустое платье. — Райли! — Поднимайся за Соня! Меня кто-то настойчиво толкал вбок. — Десять минут на сборы, дольше ждать не будем. — Райли, ты? — А кого ты надеялся увидеть? — Тинку свою? — Строго взирала на меня хозяйка, возвышаясь, казалось, до самого потолка. — Подъем! Она опять толкнула меня ногой и отправилась в противоположную часть комнаты. Я не без усилий поднялся, с пыхтением приступив к сборам. Из-за раннего подъема голова добром не включилась. Сначала долго не мог попасть ногой в правильную штанину. Потом искал жилетку, валявшуюся у меня под носом. Но с горем пополам все же собрался. Мы вышли в прохладное утро. Двор освещался первыми лучами солнца, неторопливо выползающего из-за домов. Я отметил, что сегодня Райли впервые обула не ботинки, а мягкие туфельки без каблуков, похожие на балетки. Этот выбор был не случайен. Для миссий, требующих полной тишины, ботинки не подходили. От них было слишком много шума. Райли объясняла это тем, что из-за толстой подошвы нога не ощущает поверхность и создает слишком отчетливый топот. В то время как легкие туфельки на тонкой подошве позволяют передвигаться почти бесшумно. А лучше всего вообще передвигаться босиком, но это чревато травами стоп. Кстати, когда Райли штурмовала логово грязного Гарри, при виде ее незашнурованных ботинок, я подумал, что она обувалась в спешке. Но на самом деле шнурки были развязаны не по этому. Просто подбираться к фабрике ей пришлось босиком, дабы не привлекать внимание лишним шумом. И уже внутри, перед основной резней, она обулась, чтобы не порезать ноги битым стеклом. До новой территории Тины мы шли молча. Судя по ее нетронутости, Флинт более сюда не возвращался. Значит, удалось хорошенько его напугать. Далее от фабрики Тинка вышла вперед и повела нас по извилистой тропе, тянущейся через аномальный лес. Тот самый, по которому мы в свое время шли вместе с Флинтом. В то время, как в городе уже было совсем светло, в этом лесу все еще царили потемки, освещаемые редкими лучиками утреннего света, скупо проникающими через глухие кроны, да призрачными огоньками, блуждающими среди мрачных дебрей. Часть пути пролегала через бывшее здание автосалона, внутри которого все заросло настолько, что плотная подушка древесных ветвей буквально выдавила крышу сооружения, оторвав ее от стен и повсеместно пронзив десятками стволов. Среди густых растительных переплетений можно было различить автомобили, так и не дождавшиеся своих покупателей. У одной машины горели фары и работала аварийка. До сих пор, спустя столько лет. «Здесь двигайтесь особенно аккуратно», — произнесла Тина. «Старайтесь вообще не дотрагиваться до растений». «Угу», — ответила Райли, бросив взгляд на торчащие из кустов мертвые руки, неподвижно протянутые к нам. Кто-то из незадачливых бандитов грязного гаря нашел здесь свой последний приют. Прямо за автосалоном располагалась небольшая площадь с фонтаном, наполненным чистейшей водой. На дне можно было разглядеть монетки, сверкающие словно золото. Над водой возвышалась скульптура полуобнаженной девушки с кувшином. Из глаз статуи тоненькими ручейками истекали слезы. Вроде бы вот она, вода, такая доступная, чистая и манящая своей живительной влагой. Но я уже понимал, без всяких вопросов, что эта внешняя благодать обманчива, и к влекущему чудодейственному источнику нельзя даже просто приближаться, не говоря уже про то, чтобы набрать из него воду. Тинка вывела нас на улицу 385-й стрелковой дивизии. О том, что мы находимся на улице, я догадался благодаря табличке на углу дома, выступавшего из сплошной чащи. Внутри здания все заросло так, что буйная растительность торчала из каждого окна, из каждой щели в стене. Флора здесь была уже просто безумной. Словно со всех концов вселенной на этот относительно небольшой пятачок свезли самые разнообразные растения и травы, имеющие мало общего с земными видами. Здесь я увидел уже знакомые зубастые цветы, тренькающие и пульскающие пузыри. Прямо из стен бывших зданий, раздирая их корневищами, перли трубчатые стебли с узкой листвой. Сверху свисали какие-то серебристые космы. Легкие настолько, что колыхались от малейшего ветерка. Встретившаяся на пути деревянная лавочка сплошь обросла пятнистыми грибами, а увитый в юном светофор на поглощенном лесом перекрестке по сей день добросовестно переключал свет. Двигаясь по узкой тропке, как по канату, натянутому над пропастью, я заметил необычайно красивый цветок. Его лепестки постоянно меняли цвета, переливаясь радугой. Благоухал чудо-цветок так, что я невольно принюхался. Вроде бы разобрал запах, но не до конца. Остановился и принюхался посильнее. Аромат стал более отчетливым, но все-таки ускользал от меня. Я начал наклоняться. — Писатель сдурел! — схватила меня за руку Райли. — Это же психо-ромашка! — Да я просто... просто чуть не сдох! — Пошли, не отставай! Лес закончился, оборвавшись внезапно и превратившись в обычную запустевшую улицу. Слева виднелось футбольное поле, соседствующее с каким-то крупным зданием, а чуть дальше церковь, с покосившейся колокольней. На выходе из Чищобы нас встретил металлический плакат «Зона эвакуации», под которым мы и расположились. — Территория 5.11, — констатировал Райли. — Давно я тут не была. — Вот, здесь они и встречались. С 13-м, на этом самом месте, — рассказала Тинка. — Зверья вроде бы не видно. — Они не любят приближаться к зоне повышенной аномальной активности, поэтому здесь мы в безопасности. А вот дальше... — Какие планы? — Без разведки писателя дальше вести опасно, поэтому вы остаетесь тут, а я проверю подземный ход и заодно оценю обстановку на выходе. — Хорошо, мы ждем. Тина обошла щиток с плакатом и, пройдя между заблокировавших улицу милицейских машин, поковыряла канализационный люк на дороге. — Не поможете? Мы подошли и при помощи обнаруженных неподалеку железяк стали вытаскивать тяжелый люк, плотно засевший в пазах. Вскоре он поддался, и мы открыли вход в канализацию. — Все, я пошла. Тина нырнула внутрь и тут же исчезла в темноте. — Может, стоило пойти с ней? — спросил я у Райли. — Не думаю. Она знает, что делает. — Там, под землей, ей нет равных, — ответила та. Мы все ждали и ждали, а Тина все не возвращалась и не возвращалась. Я не находил себе места, то и дело выглядывая за щитка. Райли сидела в позе лотоса с закрытыми глазами и держала пальцы сомкнутыми в замочек. Наконец, она не выдержала. — Ты утихомиришься или нет? — Я переживаю. Долго она ходит. — Все с ней в порядке. Сядь, посиди. Для самоконцентрации нужно замкнуть пальцы вот так, но не до конца, а чтобы они соприкасались между двумя фалангами. Тогда твоя энергия замкнется на тебе самом, и ты успокоишься. Я попробовал сделать, как она сказала, но волнение особо не уменьшилось. К счастью, Тина наконец-то вернулась и даже напугала меня, неожиданно подкравшись со спины. — Ну, что там? — равнодушно повернулась к ней Райли. — Хорошая новость. Ход свободен и не засорен. Плохая новость. На выходе поджидает довольно большая группа местной живности. — Не злодеи, надеюсь? — Нет, но тоже приятного мало. Птицы молоты и скутабаги. Ведут себя спокойно, но это спокойствие, сама знаешь. — Может, быстро перерасти в агрессию? — кивнула Райли. — Что ж, постараемся их не злить. По очереди мы осторожно спустились в канализацию. Здесь было очень прохладно, почти холодно и еще очень темно. У шаг сразу появился странный звон. То приближающийся, то удаляющийся. — Старайтесь все время двигаться, — прослышался гулкий голос Тины. — Они не садятся на движущиеся объекты. — Кто они? — Писатель, сейчас не до твоих вопросов. Иди молча. Райли можно было обнаружить только по голосу, и я, чтобы не потеряться, нащупал ее в темноте, поймав за ремень. — Ты чего? — Я зацеплюсь за тебя. Ты не против? Здесь хоть глаз выколи. — Ладно, держись. — Вроде бы к клаустрофобии я не страдаю, но идти по темному холодному коридору все равно было неприятно. Я чувствовал себя слепым. Под ногами постоянно попадался какой-то мусор. Если бы не райли, тянувшие меня на буксире, я бы тут точно заплутал в потьмах. Мы прошли пару поворотов, как вдруг Тина остановила нас. Сейчас будет попроще, а у меня тут кое-что припасено. Впереди черкнула спичка, несказанно обрадовавшая мои бедные беспомощные глаза. Тина зажгла маленькую спиртовку, осветив крошечным, но ярким огоньком мрачный затянутый паутиной свод подземного туннеля. Во все стороны от нас шурша и потряхивая тенетами побежали неприятные темные пятнышки потревоженных пауков, прячущихся от непривычного света. Но поистине неприятной неожиданностью оказались комары. Да-да, самые настоящие комары в палец длиной, гудящие повсюду вокруг нас. Этих тварей не осталось на поверхности, но они прекрасно сохранились в подземельях и даже выросли до приличных размеров. Подвальные москиты, вот уж гадость так гадость, отмахивалась от них райли. Старайтесь все время шевелиться, не давайте им на себя сесть, посоветовала Тина. А тебя они что, не кусают? Неа. За время своей жизни в подземельях я выработал защиту против них. То и дело, отмахиваясь от кровососов, пытающихся к нам прицепиться, мы отправились дальше. Приходилось ежесекундно корчиться, дергаться и подпрыгивать, чтобы сгонять их. Больше всего я переживал за свою спину, казалось, что москит уже присосался где-то там позади. Поэтому я постоянно хлопал руками себе по хребту и по заду, отгоняя невидимых тварей. При неприятной ощущении, скажу я вам. И вот, уже окончательно уставшие от налетов бесконечных комаров, мы и дошли до конца нашего первого подземного путешествия. Тинка потушила спиртовку и полезла наверх. Заскрежетал люк и в подземелье хлынул долгожданный дневной свет. Поднимайтесь осторожно, здесь одна ступенька сломана, полголоса сообщила девочка. Райли молча последовала за ней наверх. Я, отбрыкиваясь от москитов, полез следом, стараясь сильно не шуметь, Тина, стиснув зубы от усилия, сдвинула крышку люка окончательно и скрылась за пределами светлого круга. Райли выбралась следом. А я все-таки, нарвавшись во время подъема на предательски отогнувшуюся ступеньку, покинул канализацию последним. Как только моя голова показалась на поверхности, Райли тут же вдавила ее в землю. Ползком, ползком, прошептала она, не поднимайся. Царапая животом металлический обод канализационного колодца, я ужом выполз на поверхность, остановившись между девчонками, пристально наблюдающими за кем-то из укрытия. Птицы молоты, определила Райли. Они, кивнула Тина. Три крупных самца, пять самок из десяток птенцов. Хм, я бы не сказал, что они ведут себя спокойно. До этого были спокойные, значит, что-то их потревожило. Не мы случайно? Вряд ли. Будь это мы, сейчас их папашки были бы уже здесь. Нет, Райли. Судя по всему, их беспокоит что-то с противоположной от нас стороны. Так это нам на руку? Возможно. Как же я их не люблю? Нам бы только до Дантлова и Длани добраться, сказала Тина. Ладно, меньше слов, больше дела. За мной. Райли осторожно приподнялась и, сгибаясь три погибели, начала краситься вдоль домов. Мы с Тинкой отправились за ней. Поднявшись из травы, я взглядел пресловутых птиц-молотов. Это были высокие, до трех метров в высоту. Голенастое создание, строением тел, похожее на вымерших фараракосов. Такие же длинные, крепкие ноги и малюсенькие, почти незаметные крылышки. Оперение бело-синего окраса. На пальцах острые серпообразные когти. Но главной отличительной чертой у птиц были головы. Они действительно напоминают вертикальные молотки. А клюв располагался прямо посередине, в промежутке между двумя выступающими набалдашниками. Молот был очень тяжелым. Это было заметно потому, как тяжело существа ступали по земле. Чтобы как-то компенсировать немалый груз спереди, хвост птицы был утяжелен костистым наростом, похожим на булаву. Однако оружием он уже не являлся, а просто выполнял роль противовеса. Самцы выделялись большими размерами и увесистыми головными младками. В то время как у самок подобные наросты были незначительными и скорее всего чисто символическими. Стараясь двигаться с максимальной аккуратностью, мы крались вдоль стены бывшего геологического колледжа, прячась за автомобилями, припаркованными у тротуара, пока не дошли до военного Урала, врезавшегося в здание прямо поперек нашего пути. Тинка сделала знак, что она пойдет первой, и на четвереньках заползла под днище машины. Прильнув к спустившему переднему колесу, Райли продолжала внимательно следить за птицами. Я же примастился возле подножки. И все бы ничего, но тут мне на глаза попался подсумок, торчавший из приоткрытой двери грузовика. Заинтересовавшись его содержимым, я осторожно потянул за него, чтобы полностью выводить наружу, как вдруг в двери что-то скрипнуло, она начала открываться, и прямо на меня из кабины вывалились останки солдата, разложившегося до костей. Я в панике отбросил его от себя, в результате чего с черепа свалилась каска, которая грохнула по асфальту и звонко покатилась в сторону. Райли аж позеленела. Я увидел, как она меняется в лице, и понял, мы попали. Птицы, досели мирно курлыковшие вдалеке, вдруг начали издавать тревожные крики, обратив свои причудливые головы в нашем направлении. Не успел я и глазом моргнуть, как они уже неслись к нам, поднимая пыль и грузно перелезая через корпуса машин. «Лезь под днище, быстро!» – воскликнула Райли, выхватывая ножи, но я замешкался. Первая птица-молот, продавив лапой капот ближайшего автомобиля, бросилась прямо ко мне. Ее вторая лапа с размаху наступила на каску, и та с треском разлетелась в дребезги. «Быстрее!» – Райли легнула меня ногой и поднялась в полный рост, вставая между мной и хищником. Я уполз под грязное днище Урала, клиренс у которого, к счастью, был достаточно высоким, поэтому я ни за что не зацепился и не застрял. Тут же сзади в бока вцепились руки Тины, втянувшие меня еще глубже. Как только я скрылся под днищем, борт грузовика сотряс жуткий удар. Птица со всего размаха долбанула своей головой под дверцей, буквально вмяв ее внутрь кабины. От удара вся машина сотряслась и, как мне показалось, едва не подпрыгнула. Райли, увернувшаяся от птицы, тут же воспользовалась ситуацией и, обхватив ее рукой за длинную шею, запрыгнула к ней на спину, прижав голову кувалду к земле. Не выдержав перегрузки, пернатый монстр повалился вперед, елозя ногами по тротуару. От его когтей в разные стороны разлетались пучки выдранной травы и кусочки асфальта. Райли попыталась перерезать ему глотку, но не смогла, так как к ним подоспела вторая птица, без промедлений замахнувшаяся кувалдой. Девушка вовремя отпустила прижатого молотобойца и откатилась в сторону. Освободившийся монстр сразу же начал подниматься на ноги, но тут же схлопотал сверху смертельный удар целившегося по Райли собрата, чей молот расплющил ему голову. Меня забрызгало кровью и ошметками горячих птичьих мозгов, перемешанных с пухом. Обезглавленное тело еще какое-то время брыкалось и дергалось. Другой разъяренный молот начал остервенело калашматить головой по земле, стараясь пригвозить Райли, ловко перекатывающуюся из стороны в сторону. От его глухих ударов в асфальте оставались вмятины. Возле грузовика появилась третья, более мелкая птица. И поняв, что с двумя ей уже не справиться, девушка выбрала момент, проскочила между лапами атакующего ее хищника, после чего запрыгнула в окно соседнего здания. Крупная птица-молот последовала за ней, неуклюже протиснувшись внутрь помещения, вместе с выломанной рамой. Молот поменьше начал пытаться выскрести меня из-под машины. Его когти со скрежетом бороздили асфальт прямо возле моих поджатых ног. Я был готов выползти из укрытия, с другой стороны, но сзади меня держала тина. В здании колледжа тем временем слышался грохот и звон падающих предметов, перемежающийся с ударами молотом по стенам. Свалку сопровождал шорох осыпающейся штукатурки. Наконец, с протяжным треском, повалился большой шкаф, которым Райли, судя по всему, решила придавить птицу. Затем она сама выпрыгнула из соседнего окна, тут же завалив на бок второго пернатого, пытавшегося добраться до нас. Подхватив его под нижний черепной вырост, она задрала голову хищника назад и перерезала ему глотку. Пока смертельно раненый молот кувыркался и хрипел, соря перьями, победительница успела юркнуть к нам под кузов. — Что там сзади? — обратилась она к тине, тяжело отдуваясь. — Вроде чисто, — ответила та. — Тогда уходим. Оконная рама заскрежетала, и из здания начала выбираться третья птица. — Быстро, быстро! — Райли стала настойчиво толкать нас назад. — Уходим отсюда! Мы поползли к противоположной части машины, а тем временем возле убитого самца и его умирающего собрата уже появилась группа поддержки, состоявшая из приземистых самок, которые своими дикими криками, очевидно, пытались нас напугать. — Было действительно страшно, потому что этот дикий ор сильно бил по ушам, но главную опасность представлял последний, самый крупный из самцов. Окончательно раскурочив раму, он выбрался из здания и тяжело спрыгнул на землю. Но мы к тому времени уже бежали прочь от Урала. — Сюда! — Тина свернула за угол в узкий проулочек между колледжем и соседним домом. Там девочка указала на дверь черного хода, куда мы и заскочили. — За мной! За мной! Дальше Тинка повела нас по тесным коридорам какого-то учреждения. Мы вышли в большую угловую комнату, где некогда располагался актовый зал. Заперли дверь и немного перевели дух. Тина пробежалась вдоль окон, внимательно осматривая подступы к зданию. Райли оседлала стул заду наперед и, убрав ножи, опустила голову. — Писатель, напомни, кто мне обещал быть внимательным и осторожным? — Прости. Да, я опять накосячил. — Для тебя извиниться, что чихнуть. А мне нужны не извинения, мне нужно выполнение данных обещаний. Я раскрыл была рот, чтобы квакнуть какое-то глупое оправдание, но Тина не дала мне этого сделать. — Здесь долго оставаться нельзя, скутобаги в здании, — серьезно сообщила она. — Да уж знаю, на втором этаже скребутся, — ответила Райли. — Выходить будем через окно. От угла до дантовой длани всего один дом пройти. Зона терминатора как раз будет напротив нас. Одно беспокоит — облака, их мало. Но каждый из них может в любой момент закрыть солнце. — Тогда пиши пропало, будет три сосульки. — Вот-вот. Нужно двигаться быстро, решительно и... — Так, а это еще что за хрень? — Райли хмуро подняла голову. — Мы услышали чей-то утробный рев, от которого задребезжали уцелевшие стекла и люстры. — Плохо, ой, плохо. Тина опять скользнула к окну, осторожно выглянув из-за подоконника. — Неужто гомункул приперся? — Он. — Вот дерьмо. — Его нам только не хватало. Райли пристроился возле окна, рядом с Тиной. — Писатель, пригнись, не отсвечивай. — Кто там? Гусиной походкой подковылял я к ним, уже слыша на улице тяжелую поступь явно немаленького существа. — От кого мы прячемся? — Сейчас узнаешь. — Какого черта он здесь делает? — тихонько выруглась Тина. — Они же днем спят. — Значит, это шатун, разбуженный птицами молотами. — Ну, спасибо тебе, писатель. Вот подгадил, так подгадил. Кто тебя просил эту сумку дергать? — Погоди, Райли. Может, он нас в просоне не заметит? — Тинка, милая, это не тупорылый мясник, от которого легко спрятаться. Это чертов гомункул. Найти нас для него — вопрос времени. Думаю, что он уже нас унюхал. — Тогда надо бежать, другого выбора нет. — Погоди, выжди момент. Я осторожно выснулся из укрытия. Увиденное заставило меня тут же вернуться обратно, панически уткнув лицо в колени. Сначала мне показалось, что мимо нашего дома движется огромный робот из совершенно безумного фантастического фильма. Это была груда ржавого скрижащего железа высотой в два этажа, ревущая и мычащая низким трубным голосом. Гомункул передвигался на двух ногах-тумбах, которые раздваивались от коленей в виде толстых продольных рогаток и создавали ложное впечатление, что существо было четвероногим. Огромная голова размером в полтуловища имела длинный ребристый хобот, похожий на широкое осьминожье щупальце. Руки свисали до земли и заканчивались на удивление развитыми пальцами, отдаленно напоминающими человеческие. Все тело существа с ног до головы было покрыто металлоломом, расплющенными корпусами машин, кровельным железом, стальными щитами и отопительными радиаторами. Все это нагромождение было умело подогнано и соединено между собой, представляя единый доспех или скафандр. Ну и конечно же скрежет и треск вся эта груда издавала просто чудовищной, словно вдруг ожила и начала двигаться отдельно взятая свалка. Как потом выяснилось, металлическую одежку гомункулы изготавливают себе сами, что никак не связано с развитым интеллектом. Всему виной инстинкт, благодаря которому эти существа научились подбирать под себя прочные детали искусственного костюма. Точно так же птицы вьют свои гнезда. Нужда в защитной одежде возникла у гомункулов из-за довольно тонкой и уязвимой кожи, которую под силу прокусить любому среднестатистическому хищнику. В броне же исполинский гомункул, подобно раку-отшельнику, превращается в непробиваемый ходячий танк, способный завалить даже сходного по габаритам мясника. Именно из-за сплошного металлического обвеса я и принял его за робота. Надеюсь, что в окнах второго этажа нет стекол, себе под нос пробормотал Райли. Ты о чем? Некогда объяснять. Сидите тут и готовьтесь бежать. Она поспешила к дверям. — Райли, ты куда? — окрикнул ее я. Она что-то придумала. Дотронулась до моего плеча Тина. — Доверимся ей. Райли опытная изгнанница. То ли услышав нас, то ли унюхав, гомункул остановился и затрубил, отчего у меня зложило уши. Затем он встал напротив наших окон и начал что-то бормотать пугающим мычанием. Мы с Тиной обнялись и пригнулись до самого пола, стараясь даже не дышать. Но монстр уже знал, что мы здесь. Невероятные силы удар сотряс стену дома, в котором мы прятались. Повсюду посыпались куски кирпичей, гипсолита и старой побелки. Совсем рядом от нас грохнулся оторвавшийся от пола меловой булыжник, который мог запросто проломить нам голову. Люстры задребезжали, и со стен сорвалась пара картин. В соседнее окно просунулась длинная лапа гомункула и стала ощупывать пол. Тем временем наверху послышалась возня, скребущие звуки, словно кто-то взбудоражил стаю гигантских крыс, и взвизгивание каких-то существ. Гомункул услышал это, и вытащив руку из окна, выпрямился во весь рост, заглядывая на второй этаж. «Бегите!» — раздался сверху голос Райли, и мы вскочили с пола. Тинка резво перемахнула через подоконник, я за ней. Пролетев полтора метра, мы приземлились на асфальт, прямо под ноги осаждавшего нас гомункула. Мельком я успел заметить, что Райли, выбравшись из окна второго этажа, уцепилась за провод, протянутый через улицу, и поскользила по нему до противоположного здания, чем привлекла внимание монстра. Пока гомункул, задрав башку, махал лапами, силе себя достать, мы с Тинкой проскочили между его ног, выбежав сзади. Гиганта оказалось не так-то просто обмануть, и он быстро догадался, что его обошли. Грохоча по асфальту своими четырьмя ступнями, он начал быстро разворачиваться. И тут мы увидели, как из окон второго этажа массово поползли не то жуки, не то крабы, с дискообразными панцирями и тремя парами зеленых лап, из которых задняя пара была подлиннее и отгибалась назад, как у саранчи. Некоторые ползли по стенам, спускаясь вниз, некоторые прыгали из окон прямо на гомункулы. Бегая по чудовищу, жуки искали слабые места в его броне, и находя, буквально впиливались в них. Края панцирей дисков, которые покрывали скутобагов, несли подвижные реснички, твердые как алмаз. Приводя их в движение, жук превращался в самую настоящую циркулярную пилу, легко вскрывающую даже металл. Мы видели, как в разных частях гомункуловой брони визгами начинали бить фонтанчики искр. Скутобаги прорезали стяжки, крепления и менее плотное покрытие, проникая под доспехи и вгрызаясь в плоть. Гомункул протяжно затрубил и начал дергаться, хлопая себя лапами по бокам. «Чего стоите?» — окрикнула Райли, спрыгивающая вниз по карнизам. «Валите отсюда!» Несколько скутобагов, обогнув топчущиеся ноги гомункула, устремились к нам, но сбешенный мутант, развернувшись на месте, вдавил их в землю, только брызги полетели. Мы с Тиной помчались прочь вдоль по улице, а Исполин, продолжавший отряхиваться от жуков, прогрызающих его панцирь, тяжело разгоняясь, начал нас преследовать. Ощущение было такое, словно за нами гонится шагающий экскаватор. Лапищу лупили по домам, срывая провода и руша стены, расшвыривали машины, валили столбы. Он не отставал от нас, напротив, сокращал расстояние. Я видел каких-то существ, пытавшихся преградить нам дорогу, но тут же трусливо скрывающихся в подворотнях и заборных щелях. Связываться с гомункулом никто не хотел. Мы обижали БТР, когда откуда-то сбоку появилась Райли. «Быстрее, быстрее, мы не успеваем!» – прокричала она. За спиной раздался жуткий грохот. Увлекшись погоней, гомункул уже не смотрел под ноги. Он споткнулся об бронетранспортер, перевернул его на бок, после чего свалился сам, загремев, словно упавшая авиабомба. Пока он поднимался, мы смогли немного оторваться от него. «Дантова длань!» – воскликнула Тина. «Мы спасены!» Впереди я увидел подозрительное Марева, освещенное необычным оранжевым свечением. Сразу после этого Райли схватила меня за руку и резко остановила. «Стоять! Дальше ни шагу!» «Но как же!» Я с ужасом обернулся на гомункула, поднимающегося в полусотни метров от нас. «Я вижу зону терминатора! За мной!» Выдвинулась вперед Тина. «Не отставайте!» «Так, писатель, без фокусов!» «Идешь строго за тинкой! Понял? Я замыкаю!» – распорядилась подруга. «Я кивнул, проглотив комок. Все, идем!» «Мы вышли к дантовой длани. Ее облик заслуживает отдельного описания, ибо эта аномалия действительно одна из самых удивительных в Электинске. На пятачке чуть более сотни квадратных метров температура словно сошла с ума, перестав подчиняться земному порядку. В тени стоял мороз под сотню градусов Цельсия. Чем темнее и дальше от солнца, тем холоднее. В то время как под солнечными лучами температурный уровень резко подскакивал сразу на несколько сотен градусов, превращая участок улицы в гигантскую доминую печь с лужами расплавленного стекла. Зона терминатора, тонкая грань между солнечным светом и тенью от зданий, постоянно смещалась в зависимости от положения светила, замораживая одну сторону улицы и разогревая другую. От регулярного температурного дисбаланса асфальт полностью выгорел, превратившись в черную пыль из золы, перемешанной со стеклом. Многократно промерзшее и прогоревшее здание, систематично переживающие колоссальные перепады, жары на холод и обратно, уже лишились части стен и верхних этажей, продолжая рассыпаться. Они напоминали постройки в адском городе Дитт из божественной комедии. И я понял, почему это место нарекли именем Данте. Ведь здесь был ад, самый настоящий ад. Зона терминатора, то есть зона, по которой можно было быстро пройти, не сгорев и не замерзнув, имела ширину не более метра, но двигаться по ней – испытание не для слабых духом. Если бы Райли не загнала меня туда буквально пинками, я бы, наверное, никогда не решился посетить эту резиденцию сатаны. Только представьте, вы идете по узкому отрезку улицы, утопая в черной зернистой пыли, покрытой пепельным налетом, из которого повсеместно торчат хрупающие под ногами кристаллы стекла. Справа, буквально в паре метров от вас гудит и шипит тающая земля, на глазах превращаясь в кипящее раскаленное месиво, от которого поднимается прогорклый удушающий жар. А чуть поодаль уже плавится и течет стекло, пузырятся и пыхают огненно-жидкие всполохи, словно это край вулканического жерла. Даже дыма и пара нет, просто густое марево, клубящееся инфернальными миражами. С противоположной же стороны на расстоянии вытянутой руки вся поверхность уже покрыта инеем, далее лежит снег, по которому ветер таскает поземку. В заиндивевших глазницах зданий на теневой стороне летают крупные снежинки, а полуразрушенные этажи там покрыты толстыми белыми шапками сугробов. С выступов на стенах свисают сосульки. Третий шаг в том направлении станет для человека последним, он промерзнет насквозь. И вот мы идем между адским жаром и адским холодом, по улице, на которой не осталось вообще ничего. Машины и деревья выгорели полностью, лишь столбы кое-где сохранились, скрюченные черные, словно горелые спички. Там, где жара и холод перемешиваются, беснуются и завихряются воздушные потоки, делая безумие дантовой длани абсолютным. Мой правый бок буквально полыхает от жары, температура там явно за сотню. А левый промерз до костей, будто бы в него дует мощный кондиционер. По ту сторону температура валится ниже нуля, сразу градусов на 20. Как такое возможно? Зато выдерживать необходимое направление было легко. Так как при любом малейшем отклонении от безопасной линии, жар или мороз усиливались настолько, что их невозможно было терпеть. На что способна эта дьявольская аномалия, я познал в первые же минуты знакомства с ней. Как только мы ступили на тонкую грань между светом и тенью, нас догнал свирепый гомункул. Невовремя разбуженное существо, очевидно, соображало плохо и, преследуя нас, полностью отдалось своей злобе. Это его изгубило. Монстр забежал с солнечной стороны, причем прилично удалившись от спасительной тени. Дантова длань уничтожила его в течение трех минут. Точнее, умер гомункул гораздо раньше, секунд за десять с момента захода на опасную территорию. И уже мертвым грохнулся на прогоревший грунт, подняв клубы сажи. А через три минуты от него уже остался только горящий холм, истекающий вытапливающимся жиром, постреливающим в разные стороны и ручейками из легкоплавких металлов, вроде цинка и свинца, входивших в структуру его брони. Если эта адская жаровня так быстро превратила в уголь столь огромного колосса, то что в ней ждала наша скромная человеческая тельца? Наверное, и пепла бы не осталось. — Облака! — перекрикивая вой гудящего пламени и шипение кипящей поверхности, воскликнула тинка. — Твою мать! Быстрее, писатель, быстрее! — Райли уперлась горячей рукой, мне в спину толкая вперед. Я чуть не упал от толчка, но сохранил равновесие и припустил за тиной. Солнце на мгновение скрылось за маленьким облачком, но за эту секунду нас обдуло таким арктическим хладом, что мои уши моментально потеряли чувствительность, а щеки отчаянно защипало. Огненно-жидкая сторона улицы отреагировала на температурный скачок пронзительным шипением и воем, сопровождавшимся парой взвившихся смерчей. А ведь это всего одна секунда. Взглянув на небо, я прикусил язык. За маленьким облачком ползло крупное кучевое облако, и вот оно-то явно грозилось закрыть солнце на более длительное время. — Быстрее, ребята, немного осталось, мы почти вышли, — торопила нас Тинка. Мы и так спешили, как могли, но дом, который доселе прикрывал нас от всепожирающего светила, вскоре закончился, и тень оборвалась, переходя в маленькую полоску, тянущуюся вдоль раскаленного докрасно-чугунного забора. Тинка резко свернула на границы тени, и бочком стала сдвигаться в сторону ее продолжения. Я делал все в точности, как она, успевая поглядывать на беспощадно приближающееся облако. Вот мы добрались до забора. Благодаря своей раскаленности он компенсировал теневой холод, и рядом с ним можно было двигаться прямо по тени без риска превратиться в снеговиков. Впереди, сквозь маревую дымку, уже проступали очертания нормальных, нетронутых дланью зданий. Значит, выход из аномалии был уже рядом, но облако двигалось быстрее нас. — Быстрее! Быстрее! Позади уже слышалось нарастающее шипение, словно кто-то заливал масло на необъятную раскаленную сковороду. Я бежал, не оборачиваясь, задыхаясь от кашля и уже почти ничего не видя из-за забившего глаза пепла. — Быстрее! Солнце окончательно ушло за облако, и за пару мгновений весь город потемнел. Рывок! Я врезался в тину, и вместе с ней мы упали на тротуар. Неужели все? Неужели смерть? Крутилась в моей голове ошалелая мысль. Но ледяные объятия не торопились принимать нас. Фух! Откуда-то сверху прослышался голос Райли. Неужто вырвались? — Писатель, слезь с меня, пожалуйста! — заворочилась подо мной Тинка. Я перевернулся на спину, освободив ее, а потом поглядел туда, откуда мы только что выбежали. Боже, правый! В пяти метрах от нас бушевала снежная буря, а улица, остывая каждую секунду, с треском заковывалась в ледяной панцирь. Еще немного, и мы бы остались там торчать в виде эскимо, дожидаясь, пока вернувшееся солнце не превратит нас в раскаленную пыль. — Охренеть не встать! — я вытер рукой лицо, обгоревшее с одной стороны и обмороженное с другой. — Назад пойдем другой дорогой, — решительно заявил Райли. — Второго такого перехода нам не пережить, особенно с грузом. — Я подумаю над этим, — поднялась на ноги Тинка. — Ну что, писатель, отдышался? — Готов дальше идти? — Готов. Сто в дом оперся я на свой закопченный локоть. — Тогда пошли, нам еще со злодеями предстоит разбираться. — Черт, я даже представить себе не могу, как мы будем это делать. — Идемте за мной, нужный нам вход в канализацию находится на прилегающей улице. Тина повела нас дальше. Со злополучной улицы 385-й стрелковой дивизии мы повернули на улицу геологов, которая, по словам нашей проводницы, вела непосредственно к детскому миру. Но идти по поверхности было опасно из-за пресловутых злодеев и электрических мушенбруков, предпочитающих устраивать здесь неожиданные засады. Улица была широкой, четырехполосной, уходящей в самый центр города. На ней, как и на улице Гагарина, сохранилось много следов былой катастрофы. Вот карета скорой помощи с раскрытыми настежь дверями, а рядом носилки из десяток трупов, включая самих медиков. Опознал по голубым халатам и шапочкам. Далее милицейское заграждение, которое так и не успели установить окончательно. Вдоль ребристого заборчика, увешанного запрещающими знаками, ровненько лежат останки милиционеров. Как стояли в оцеплении, так и погибли. Нам сюда. Тинка повернула к тротуару. Люк здесь. Райли на мгновение остановилась, взволнованно втягивая ноздрями воздух, и как-то глухо прорычала, словно кошка, почувствовавшая приближающуюся опасность. Я посмотрел туда, куда она смотрит, но увидел лишь замусоренный подземный переход. Тяжелый, зараза! Девочка усиленно пыталась выворотить ржавый тяжеленный люк. Я подоспел к ней на помощь, и работа пошла увереннее. — Как же ты их ворочала, когда жила одна? — спросил я, налегая на неподдающуюся железяку. — Справлялась, — буркнула та. — Куда деваться? Откатив люк в сторону, мы открыли вход в очередное подземелье. — Там опять комары будут. Я поежился, представляя, что сейчас мне снова придется отмахиваться от этой пакости. — Нет, здесь их не должно быть. Дантова длань близко, они на нее реагируют. Тина спрыгнула в освободившийся лаз. — Полезли? — Давай, писатель, лезь! — подтолкнул меня Райли, не спуская глаз с подземного перехода. — Что-то не так? — тормознул я. — Лезь давай! — Лезу, лезу. Мы с Тиной спустились на дно колодца. Затем я услышал, как Райли наверху задвигает конденсационный люк обратно, погружая колодец в кромешную тьму. — Эй, зачем закрываешь? — окликнул ее я. — Занадом! — прослышался ответ, прежде чем мы скрылись во мраке. — Все правильно, — тихо сказала Тина. — Предосторожность не помешает. — Никак не могу освоиться в этой темени. Кажется, что комары вот-вот налетят. — пожаловался я. — Держись за меня! — Девочка поймала мою руку и положила себе на плечо. — Не оцепляйся. В этом сегменте канализации у меня не припасено никаких фонариков, поэтому большую часть пути придется двигаться по тьмах. Позади с лесенки спрыгнула Райли. Я услышал, как она отряхивает руки. — Ну что, последний рывок? Сколько там до магазина? — Примерно два квартала. — Надеюсь, ты не заблудишься, милая. — Шутить изволишь. Давай не отставай. Пока мы шли, я время от времени нервно подергивался. Мне казалось, что рядом гудят москиты. Иногда на мое лицо и волосы неприятно липла паутина. Тинка была ниже меня, и мне приходилось собирать все то, что висело выше ее макушки. Тогда я пригнулся и далее шел в позе вопросительного знака. Туннель несколько раз поворачивал то вправо, то влево. В какой-то момент впереди показалось, что появился свет. И это не было галлюцинацией. Мы вошли в сегмент ливневки, сквозь замусоренные решетки, которые с трудом пробивались лучи. Судя по гулким ударам наверху, там кто-то ходил. Тина остановилась и прислушалась. — Там кто-то есть? — тихо спросил я. — Цссс. Она быстро приложила пальцы к моим губам. Подняв голову, я увидел, как расположенная над нами решетка потемнело, и с нее прямо нам в лица осыпалась пыль. Кто-то грузный принюхался, шумом всасывая в воздух. Затем сердито проворчал и отправился дальше, открыв доступ свету. — Все, идем, — дернула плечиком Тина. — Мы прошли еще бог знает сколько десятков метров через давящую темноту. Шли медленно, маленькими шажками, и потому казалось, что провели в том каземате битый час. — Тина! — Ралли вдруг окликнула ведущую нас девочку. — У? — вздрогнула-то. — Похоже, мы здесь не одни. — Знаю, но мы почти пришли. Над нами уже площадь. До выхода осталось метров десять. — Боюсь, что мы все равно не успеем. Оглянись. — Мы посмотрели назад. В дальней части, покрытого кромешной темнотой туннеля, маячил приближающийся свет. Голубоватые огни постепенно увеличивались в размерах. Они гнались за нами по полу, стенам и потолку, нарезая причудливые спирали. — Конкуласпиды, — определила Тинкербелл. — Обычно здесь их не было. Видимо, пришли с прилегающего туннеля. — Выходите отсюда, а я их задержу, — остановился Ралли. — Эй, а может, обойдемся без героизма? — стуча зубами от холода и страха, произнес я. — Это ты давай тут не геройствуй. Тинка, тащи его к выходу. — Слушаюсь. Тина вцепилась в меня обеими руками и потащила дальше через темноту. — Мы же не бросим ее здесь, — упирался я. — Писатель, прекрати орать! — возмущенно откликнулся Ралли. — Уходите сейчас же. Тут и без вас тесно. — Писатель, пошли, пошли. Она нас догонит, — тянула меня Тинка. С большой неохотой я все же последовал за ней, и когда мы добрались до выхода, позади закипел молчаливый бой. Не было слышно ни криков, ни стонов, лишь тихое змеиное шипение до гулки шлепки. Оставалось надеяться, что Ралли справится с преследователями. Свет, хлынувший из-под открывшегося люка, ослепил меня, жмурясь я ощупью поднимался наверх, пока не уткнулся в ноги Тины, борющиеся с неподатливой заслонкой. — Кажется, здесь все спокойно, — радостно сообщила она, и змейкой выскользнула на поверхность. Сузив глаза до малюсеньких щелочек, я выбрался следом, и когда зрение постепенно настроилось на яркий солнечный свет, обнаружил, что мы находимся посреди площади. Решение Тины было простым. Здесь, на открытом пространстве, противника можно заметить издалека. Хотя, с другой стороны, и нас видно со всех сторон, как на ладони. Зато мы можем в любой момент спрыгнуть в спасительную канализацию. На это, видимо, расчет и делался. Площадь, выложенная плиткой, располагалась в окружении больших магазинов и культурных заведений. Театр, дом офицеров, какой-то большой монолитный торговый комплекс, и, наконец, детский мир, который был ближе всех. — Вот он, — указал он магазин спутницы. — Я уже понял. Трудно было спутать с чем-то другим эту ровную стеклянную коробку, несущую огромный выгоревший баннер, на котором проявлялся улыбающийся карапуз и надпись «Все лучшее детям». Как ни странно, стекла в детском мире уцелели практически все. Их покрывала зеркальная тонировка, уже почти ничего не отражающая из-за толстого слоя грязи и пыли. Поэтому рассмотреть, что там внутри, не представлялось возможным. — Пойдем, — махнула мне Тина. — Может быть, Райли дождемся? — Нет времени. Долго стоять на открытом пространстве опасно. Можно привлечь внимание. — Тогда ты иди, а я подожду Райли. Если что, спрячусь в колодце. — Писатель, ну чего ты такой сложный? Снизу донеслось усталое пыхтение и поскрипывание лестничных скоб. — Райли? — Нет. — Говорящий кункуласпид. — Фух. Голова Райли показалась из люка, и она сдула упавшие на лицо пряди волос. Левая рука девушки была в крови. — Ты ранена? — Чепуха. Какая-то сволочь в темноте зацепила немного. — Тебя не укусили? — спросила Тинка. — Кункуласпиды ядовиты. — Ну, они, конечно же, пытались. Крякнув, Райли вынурнула из колодца целиком. Но как-то неубедительным. Да, ерунда. Их всего-то было трое. Причем у них сейчас период линьки, из-за чего они светятся, как в новогодней елке. И шкурка совсем тоненькая. Разобраться с ними труда не составило. — Ну и чего мы стоим? Кого еще ждем? — Тебя. — Как видите, я уже здесь. Не тормозите. Идем в магазин, пока злодеи не набежали. — Их вроде не видно. — Это-то и пугает. Мои спутницы выдвинулись вперед. Они шли, словно две сестры, перебрасываясь какими-то фразами в совершенно спокойной интонации. Но при этом я и видел, как внимательно и зорко они смотрят по сторонам. Каждая держала свой сектор обзора. Не сговариваясь, Райли просматривала левую часть направления, а Тинка — правую. Исходя из их разговора и постепенного отклонения от центральных раскуроченных дверей магазина, я понял, что легких путей мы не ищем. — Твой слух гораздо острее моего, — сказал Райли. — Слышишь что-нибудь? — Неа. Вообще тишина, — ответила Тина. — Странно. Обычно злодеи издают много шума. Если их не слышно, значит и нет поблизости. И в здании, соответственно, тоже. — Хорошо, если так. Однако рисковать не будем. Злодеи вряд ли станут подниматься выше первого этажа. Поэтому мы зайдем со второго. Есть предложение, как это сделать? — Там сбоку есть пожарная лестница. — Целая? — Должна быть целой. — Показывай, где она. Мы подошли к углу детского мира, за которым располагался подъезд к сладским помещениям. Когда-то в этом узком закутке разгружались фуры, привозящие товар. Лестницу мы заметили сразу. Она была ржавой, но вполне целой. — Я первая. Вы за мной. Райли начала подъем, стараясь создавать как можно меньше скрипа. — Все это очень и очень необычно, — взиралась по сторонам Тинка. — Я знаю, что они должны быть здесь, но почему же тогда так тихо? — А если спят? — Подположил я. — Не знаю. — Порядок! — послышалось сверху. — Можете подниматься. Дождавшись разрешения на подъем, мы пошли к лестнице. На втором этаже пришлось повозиться с дверью, запертой на классический подвесной замок. В конце концов запор сдался под натиском, и мы проникли в пыльное хозяйственное помещение. Судя по нетронутому слову многолетней пылищи на полу, я пришел к выводу, что с момента катастрофы здесь не было ни одной живой души. Тина прильнула ухом к стене. Какое-то время она слушала, пытаясь уловить возможные посторонние звуки, после чего посмотрела на нас и покачала головой. Покинув подсобку, мы прошли по коридорчику мимо кабинета товароведа и бухгалтерии, а затем оказались в просторном торговом зале. Здесь, на втором этаже детского мира, когда-то продавали одежду. В вешалке были сплошь завешаны всевозможными платьицами, рубашечками и костюмчиками детских размеров. «То, что надо!» – кивнула Райли. «Ну что, начнем шопинг?» «Наконец-то!» – радостно улыбнулась Тина. «Сколько тут классной одежды!» «Может, сначала твои вещи из тайника заберем?» – предложил я. «Потом! Сперва подберу себе обновки!» Девочка бросилась к стойкам с платьями. «Боюсь, что это надолго!» «Писатель, успокойся!» – фрагматично произнесла Райли. «Пока она выбирает одежду, мы тут немного отдохнем. Черт его знает, что там на первом этаже. А здесь вроде спокойно. Райли, взгляни! Что мне лучше подойдет? Вот это платье в красную полосочку, или вот это синенькое?» Подбежала к нам Тина, поочередно прикладывая платье к себе. «Синее лучше, практичнее. Не так бросается в глаза. Я тоже так считаю!» Она опять умчалась к вешалкам. «Мы попусту теряем время!» Я прошел вдоль прилавков и остановился возле окна, нервозно почесываясь. «Хватит ныть!» Райли села за кассу и беспардонно положила ноги на прилавок. «Я тебя сюда вообще не хотела брать, ты сам напросился. Поэтому терпи!» Это было легко сказать. Когда находишься в движении, страх так сильно не ощущается, потому что гасится действием. Но остановившись бок о бок со смертельной угрозой и не предпринимая никаких дальнейших телодвижений, начинаешь испытывать колоссальное волнение, как будто вот-вот нахлынет очередная волна кошмара. А мы вместо того, чтобы к ней подготовиться, занимаемся какой-то ерундой. Особенно меня бесило шутливое легкомыслие Райли и Тины. Им вообще было по барабану то, что мы совсем недавно пережили и что несколько раз едва не погибли. Для них эти приключения были как для нас, обычных людей, прогулка в один из криминальных районов города. Вроде бы и страшно, но в то же время ничего особенного. Тинка выскочила из примерочной в новом синем платье и полосатых чулках. Продефилировав напротив оценивающей сосредоточенной Райли, она крутанулась на одном месте и, разведя руки, вопросительно взглянула на нее. «Миленько», — ответила та, уперев подбородок в кулак, «но чулки лучше подобрать с синий-зеленой полоской. Будут лучше сочетаться с платьем». «Ты права, сейчас поменяю». «Мы тут целый день будем примеркой заниматься», — опять сорвался я. «Почему бы ей не набрать первых попавшихся шмоток и не отвезти нас, наконец-то, в свой тайник?» «Уй, мистер Апыга, для женщин выбор одежды имеет очень важное значение, почти сакральное», — философски ответствовал Райли. «Ага, вот только вы не женщины, вы даже вообще не люди. Зачем вам это?» «Не понимаю». «Подрастешь, поймешь. Завязывай снытьем и не маячи мне перед глазами. Иди лучше прогуляйся по залу, может и себе что-нибудь подберешь». «Как смешно, обхохочешься». Прибежала переодетая Тина. «А так, хорошо? Вот, совсем другое дело. Красотка». «Мне тоже нравится, что бы еще подобрать?» «Вон там, слева, я видела симпатичные капри. Если к ним найти подходящий топик и что-нибудь такое легкое набросить поверх, то будет шикарно». «Пойду погляжу». Более не в силах выдерживать их беспечность, я решил воспользоваться советом Райли и прогуляться по залу, чтобы хоть как-то подвигаться, оглушая невыносимую тревогу. Почему же я чувствовал здесь такой душевный дискомфорт, что меня угнетало? Вроде бы вокруг тихо. Обычный заброшенный магазин. Никаких аномальных проявлений. Девчонки занимаются примеркой. И в кои-то веки ведут себя, как обычные девчонки, а не как валькирии-головорезы. Смотри на них, да радуйся. Нет же, что-то точит изнутри. Что-то предупреждает. Но о чем? Откуда мне ждать опасности? В этих сумрачных мыслях я бродил между рядов с одеждой. Внезапно мне показалось, что пространство подернулось необычным искажением. На самую малую долю секунды, какую только способен засечь человеческий глаз, мелькнуло и тут же исчезло. А может быть это было внутри моей головы? Писатель вынурнула из шеренги костюмов Тинка, ткнув мне под нос цветастую футболку. Гляди, тебе нравится? Это же одежда для мальчиков. Сдругов от неожиданности ответил я. Ну и что? Не знаю. По-моему, слишком вызывающе. Ты так думаешь? Тина сдвинула на бок сложенные бантиком губки. Ну, может быть. И снова скрылась среди висящей одежды. Из-за нее я успел забыть о странном всплеске, пережитом несколько секунд назад, и пошел дальше, вдоль рядов пестрых маечек и брюк. Дрожь в ногах усилилась, то ли из-за напугавшей меня Тинки, то ли по причине все того же волнительного напряжения. Чертов магазин как будто бы аккумулировал в себе отрицательную энергетику. Миновав полки с обувью, я вышел к примерочным кабинкам. От скуки заглянул в первую попавшуюся. На зеркале скопилось столько пыли, что я не мог различить свое отражение, лишь его силуэт. Уже хотел было развернуться и выйти, но задержался, с подозрением отметив, что помимо моего силуэта в зеркале отражаются еще два. Че за... Я подошел к пыльному зеркальному стеклу и всмотрелся в него, пытаясь разобрать, кто стоит у меня за спиной. Это было невозможно, слишком мутным было отражение. Все, что удавалось разобрать, так это рост двух посторонних. Один высокий, почти с меня, другой маленький, мне по грудь. Я обернулся, но никого не увидел. Ничего не понимаю. Как можно осторожнее, я принялся стирать пыль с зеркала. Какого хрена? Это не я? Или я? Своего лица я не узнал. На меня сосредоточенно и удивленно смотрел мужик с бородкой и морщинками возле глаз. Судя по виду, мужику явно за сорок, и он до жути похож на меня. Че за херня? Пробормотал я, и мужик произнес то же самое, стирая вместе со мной остатки пыли. Пока пыль счищалась, свет становился ярче, а в моих ушах нарастал шум. И в нем не было ничего странного или необычного. Напротив, шум был предельно типичен. Голоса множества людей, шарканье ног, детские взвизги и музыка из невидимых репродукторов. Но что самое главное, теперь я наконец-то рассмотрел двух людей, стоявших позади. — Чего ты там увидел? — спросила меня Райли. Точнее, это была не она. Худощавой тетке, которая там стояла, тоже была уже под сорок. Да и по виду она не была похожа на Райли. Она была похожа. На кого же она похожа? Вроде бы знакомый, где-то уже увиденный образ. Да ведь это невеста из моего сна, только уже не молодая. Но почему я считаю, что это Райли? С чего вдруг? — Пап, ну ты че? Идем, я тебе покажу, что мы с мамой присмотрели. Нетерпеливо дернула меня за ремень девочка, стоявшая по другую сторону от меня. Я захотел обернуться, но вовремя остановился. Что-то удержало меня от этого поворота, подсказав, что нельзя оборачиваться к ним. Тогда я стал рассматривать девочку через зеркало и моментально узнал ее. — Тина, это ты? — Ну да, — девочка опешила. — Папуль, да че с тобой случилось? Тормозишь? — Да он сегодня вообще какой-то странный, — ответил Райли. — Не выспался, похож. — Пойдем, милый, а то там очередь. Они оставили меня стоять в полнейшем непонимании и тут же влились в людскую массу, бродящую среди стоек с одеждой. В голове что-то хлопнуло, словно мое видение, вылетев из сознания, закрыло за собой неведомую створку-заглушку. После чего внутри меня осталась только звенящая пустота. В зеркале отражался я один. Позади виднело серое запустение заброшенного магазина. — Райли! — вернул меня в реальность звонкий голосок Тинки, прозвучавший где-то совсем рядом. — А вот, смотри, ботиночки! — Нормальные! — издали ответил Райли. — Бери! Безумие какое-то! Тряхнув головой, я поморгал глазами, чтобы окончательно избавиться от овладевшего мое ступоро. Это был не я. Это опять какие-то чужие воспоминания. Аномалия, мать ее! — Писатель, это ты тут бубнишь? В кабинку заглянула Тина с ботинками в руке. — Да, я просто так! — потирая висок, ответил я. — Сам с собой. — А я смотри, какие ботиночки нашла. Нравятся? — Ага, хорошие. Ты долго еще будешь отовариваться? — Уже почти все! — убегая, ответила она. Пройдясь мимо стойки с фуражками и шапочками, я оказался в середине зала, где размещалась пара эскалаторов. Взглянув с опаской на виднеющийся внизу участок первого этажа, я ничего подозрительного там не увидел. Вступил на металлическую ступеньку, и тут по моему телу как будто бы пробежал легкий электрический разряд. Но лестница не была под напряжением. Это нервы. Все нервы. Я спустился на пару ступенек вниз. Ребристая поверхность слегка завибрировала. Или же мне показалось? — Райли, я нашла отличные кроссовки! — слышалось позади. — Угу. Как будешь расплачиваться? Наликом или карточкой? — Ха-ха-ха! — Женщины! Я покачал головой и продолжил медленно спускаться вниз. При каждом шаге ступени все отчетливее отдавали вибрации. Один раз я даже остановился и ощупал их, но ничего не обнаружил, сделав вывод, что это не ступени вибрируют, а мои ноги дрожат от волнения. Что же за глюк я увидел? Это не просто видение, нет. Я словно побывал там, по ту сторону зеркала, и там было... как бы... будущее, что ли. И в этом будущем Райли — моя жена, а Тина — моя дочь. Что любопытно, Райли на себя вообще не похожа. Хоть это вроде бы и она. Зато Тина выглядит один в один. Как такое возможно вообще? Блин, надо завязывать с размышлениями над этой хренатой, иначе окончательно свихнусь. В этих раздумьях я незаметно спустился на первый этаж. Здесь было спокойно и тихо. Покой нарушала только гулкое курлыканье моих спутниц наверху. Обойдя стеллаж с игрушками, я вышел к центральному прилавку. Да, тут явно кто-то обитал. Полки повалены, товар разбросан по полу, двери выломаны. Но похозяйничали точно не люди, а какие-то иные существа. Уж больно грубо и выборочно учинялся погром. Такое впечатление, что кто-то валил стеллажи и давил игрушки просто из-за собственной неуклюжести. Кто бы это ни был, его уже здесь нет. Однако расслабляться ни в коем случае нельзя. С мачете на готове я медленно бродил среди бардака. Вскоре на глаза мне попали старые обгрызенные обглоданные кости, валявшиеся в перемешку с игрушками и детскими книгами. Когда-то они тут жили, эти существа, роились в моей голове мысли. Устроили тут гнездо? Интересно, почему ушли? И надолго ли? Я миновал два детских манекена, прямо за которыми были свалены кучи и разномастные велосипеды. От маленьких трехколесных до вполне крупных подростковых. Потом перед моим взором предстало нагромождение из обрушившихся полок, заваливших рассыпавшимися товарами весь угол магазина. На эту груду также свалился ближайший стеллаж, добавивший к свалке свое содержимое – плюшевых мишек и какие-то мягкие куклы. Завал частично перегораживал выход в служебное помещение магазина, дверь у которого была разломана, да так основательно, что разрушился массивный кусок бетонной стены, провисшей на арматуре. Могло показаться, что в узкую дверь пытался въехать бульдозер. В целом ничего необычного здесь не было. Я видел подобные разрушения внутри дряхлых электинских зданий и раньше, но меня привлекла пара необычных заостренных палок, торчавших из игрушечного нагромождения. Два параллельных острия высовывались из-под стеллажа, хищно торча сквозь него. У одного был обломан либо затуплен кончик, но другое выглядело чертовски острым. Что же это? Явно не детская игрушка. Рассматривая эти диковинные штуки вблизи, я постепенно выявлял все новые и все более удивительные детали. Сначала заметил еще одно копье, торчащее теперь уже в сторону от первых двух. Затем разглядел кусок основания, из которого эти копья выходили. Но все равно не смог понять, что это было такое. Вдруг у лежавшего прямо под копьями плюшевого мишки шевельнулось ухо. Я насторожился, не показалось ли мне. Осторожно потыкал мачете в пухлые пузо игрушки. Никакой реакции. Значит, показалось. Но не успел я успокоиться, как ухо вздрогнуло вновь. Чертовщина. Я опять поднес к нему мачете и осторожно столкнул в сторону. Мишка кувыркнулся кверху лапами и упал мне под ноги. Склонившись, я начал осматривать то место, на котором он только что лежал, и тут же мне в лицо ударила волна горячего, мерзко пахнущего воздуха. Черт. Меня моментально пробил пот. Черт, 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 черт. Сжав рукоять мачете обеими руками, я начал пятиться. Под пятку, как будто бы специально подвернулась китайская курица с пищалкой внутри и противно завыла, заставив мое сердце оборваться. Тяжелый вздох выдул из-под завала облачко вращающейся пыли, и стеллаж начал приподниматься, рассыпая игрушки. Из-под него, ворочаясь, выбиралось что-то живое и очень крупное. Я медленно поднимал голову следом за ним, не спуская округлившихся глаз с огромной пасти без губ, усеянной чистоколом желтых зубов, между которыми торчали кулачки застрявшей тухлятины. Из этой пасти, словно застывшей вечной улыбки, жуткая угловатая голова монстра состояла практически полностью. Челюсти разверзлись, и из глубокого ребристого нутра донесло и сутробное. Прямо передо мной, поднявшись на длинных передних конечностях, сложных как у жабы, во всей своей красе предстал злодей. И тут мне в очередной раз придется сделать отступление, чтобы описать, как выглядела эта невообразимая тварь. Так что же представляли из себя пресловутые злодеи? Они же злыдни, они же исчадия. Везде их называли по-разному, но боялись и ненавидели одинаково. Так сразу их и не опишешь. Слишком уж они не похожи ни на что на свете. Диву даюсь. Что за больная природа могла породить столь уродливых и безумных существ? Даже в этом мире, пропитанном кровью и злобой, они казались чужими, бракованными выродками, оставленными жить по какому-то недосмотру со стороны тех, кто их создал. Либо это была их извращенная насмешка над остальным миром. Горбатые тела злодеев выглядели приплюснутыми, спины заросли сплошным костяным панцирем. Вытянутые вперед головы с огромными челюстями также несли две пары длинных рогов, похожих на шипы. Пара торчала параллельно вперед, выходя из далеко выдающихся надбровных дуг. Вторая пара выходила из черепа по бокам, в разные стороны. Задние конечности чудовищ были короткими, но очень мускулистыми, позволяя этим тяжелым тушам совершать прыжки, невероятные для таких габаритов. Передние лапы были в два раза длиннее и завершались парой огромных пальцев с режущими зазубринами на внутренних сторонах, из-за чего те напоминали рачьи клешни или ножницы. При помощи этих естественных природных кусачек злодеи могли без труда вскрыть автомобильный корпус, как консервную банку, или же срезать толстый металлический стержень, словно деревянный прутик. Ну и наконец эти существа имели длинный жилистый хвост, который дополнял их и без того гротескный облик. И вот, я стою лицом к лицу с этим исчадием ада. Мне он показался сплошными челюстями, выступающими из бесформенного панциря. Маленькие, налитые кровью глаза, словно рубины, блестели под мощными карнизами бровей, из которых вытягивались метровые пики роговых шипов. Полное отсутствие губ, из-за которого оскал злодея был постоянным, создавало впечатление жуткой беспощадной улыбки. Последние гримасы смерти, которые видит несчастная жертва. Я не знал, что мне делать. Просто пятился назад, пока не уперся в прилавок. Райли! Райли! Чего? Послышалось сверху. Райли! Я просто не знал, что еще кричать. Шок взял меня в тиски. Ну чего тебе? Эй, а я вот что нашла, донеса до меня голос Тины. Это вообще классная штука. Ну-ка, дай-ка посмотреть. Это что, хлопок? Ответила Райли. Блин, блин, да они там что? Они нарочно? Я медленно огибал прилавок, глядя, как злодей постепенно выбирается из-под завала на ту же напыхтя. Наконец, я смог набрать в легкие побольше воздуха и выкрикнул. Тут злодей! Наверху тут же умолкли. При этом что-то упало на пол. От моего крика злодей окончательно пришел в себя и бросился вперед. Меня спасли только упавшие на него полки. Монстр запутался в них и не смог совершить прыжок. Его лобовой шип с хрустом воткнулся в прилавок, возле которого я только что стоял. Я помчался к эскалатору, но споткнулся обо что-то и упал. Тем временем позади меня, полностью освободившийся злодей, с размаху рубанул в воздух и рассек подвернувшийся под лапу манекен на три части. Я резко откатился вправо. Как раз вовремя, потому что вторая лапа ударила в пол прямо рядом со мной, вдрызг разнеся игрушечную машинку. Вот это скорость. Не зря изгнанники так боятся этих тварей. Есть из-за чего. Переворот обратно и снова удар, уже с другой стороны. Я вскочил на ноги и помчался наугад, перепрыгнув через электромобильчик, который через секунду разлетелся на куски под ногами чудовища. Перед своим судьбоносным кроссом я заметил, что откуда-то сверху, середина эскалатора, спрыгивает Райли. До нее наконец-то дошло, что я попал в беду. Но поможет ли мне это сейчас, когда за спиной пыхтит и валит полки уродливая смерть? Спрятаться было негде. Злодей просто сносил все на своем пути. Он пер на меня тараном, махал передними лапами, пытаясь ухватить. Совсем рядом я слышал страшные щелчки его ножниц, готовых пополам перекусить мой позвоночник. Впереди показалась дверь. Вот черт, заперта. Я в тупике. В последней надежде, подергав ручку, я понял, что мне уже не спастись, и обреченно повернулся лицом к преследовавшей меня твари. Вжался в закрытую дверь, словно желал просочиться в щель. Из-за повальных полок выскочила Райли, запоздала догнавшая нас, но злодей почти небрежно отмахнулся от нее. От полученного удара девушка улетела в противоположную часть зала, как тряпичная кукла, а монстр, нависнув надо мной, казалось, улыбнулся еще шире. Пространство дернулось, пробежалось рябью. Я медленно опустил руки, сжимающие оружие, и тут же почувствовал сильный толчок в грудь, превратившийся в острейшую боль. Злодей со всего размаха вонзил в меня свою клешню, так, что она пробила меня насквозь вместе с дверью. Писатель, нет! Откуда-то из далеких глубин донесся тонущий в небытие вопль Райли. Я видел только улыбку злодея, которая пульсировала все медленнее и медленнее, постепенно исчезая вместе с болью. Пройди через туман. Где я? Обстановка в мире нестабильна. Что это за свет? Почему так трудно дышать? Внимание! Репликационная ошибка! Выводи, выводи его! Из клубящейся кровавой кутерьмы донесся новый настойчивый голос. Что там по показаниям? 27 по ДРВ, ответил женский голос. Так. Два по расчетной фазе. Так. А что по цикличности? 80. Недостаточно. Поднять можно? Боюсь, что нет. Угроза каскадной трансцендентности. Голоса слышались все тише и тише. Проклятие! Он уходит! Смена континуума! Срочно! А-а-а! Мне как будто бы влили в рот жидкого кислорода. Писатель! А? Что? Вслепую я первым делом ощупал свою грудь и живот. Никаких ран не обнаружилось. Только ссадины. Писатель! Вновь пропищал голос. Очнись! Райли? Нет! Это я! Тинкер Белл! Зрение наконец-то вернулось ко мне. Рядом сидела чумазая перепуганная Тинка, вцепившаяся в меня обеими руками. Судя по белеющим писсуарам вдоль противоположной кафельной стены, мы находились в каком-то туалете. Слава Высшим! Ты цел! Но как? Я попытался подняться, но резкая боль пронзила мой бок, и я тут же со стоном сполз по стене. Наверное, ребра сломаны. Он тебя так зарядил, объяснила девочка. Кто? Злодей! Кто же еще? Он же меня проткнул. Я тоже так думала, но оказалось, что нет, обошлось. А сломанные ребра — это ерунда. Ох, писатель, знал бы ты, что я пережила только что. А где Райли? Кто? Тина как-то странно на меня посмотрела. Не поняла. Что тут непонятного? Где Райли? Я видел, как злодей отбросил ее, прежде чем... Писатель, Райли погибла. Как? Я опять хотел выпрямиться, но тут же застонал от боли. Как погибла? Злодей же ее просто отбросил. Райли погибла, пару недель назад, после нападения грязного Гарри. Ты что, забыл? Ты же сам мне показывал ее могилу на заднем дворе. Что с тобой такое? Ты потерял память? Но она же выжила. В чем дело, Тинка? Почему ты меня обманываешь? Это ты не в себе, писатель. После того, как злодей тебя отшвырнул, ты ударился головой и, видимо, лишился памяти. Да я все прекрасно помню, Райли была жива, и мы вместе с ней пришли сюда, в детский мир, за твоими вещами. Мы пришли сюда вдвоем. Так, кто-то из нас кого-то разыгрывает, да? Это не смешно, Тина, это глупая шутка. Писатель, о чем ты? Я не понимаю тебя, отшатнулась та. Ты какой-то другой. Ладно, давай рассказывай, что произошло, пока я был в отключке. Мы пришли сюда. Сначала никого не было, я выбирал одежду. Так, дальше. Потом ты вдруг нарвался на злодея. Так, дальше. Я бросился тебя защищать, но меня придавило полкой. Злодей уже собирался отрезать мне голову, но тут появился ты и воткнул ему в глаз черенок от швабры. Он развернулся и шибанул себя так, что ты улетел в угол. Ну а я успела выбраться из-под завала. А пока злодей бесился и все крушил, добралась до тебя и оттащилась сюда, в безопасное место. Здесь у нас не достанет. Все было не так. Злодей напал на меня, а Райли пыталась его остановить. Да не было здесь Райли, она мертва, говорю же тебе. Фух. Так, давай тогда по порядку. Допустим, Райли действительно погибла. Предположим. И что случилось потом, после ее гибели? Потом ты пошел к Флинту с Айталуком, надеялся, что он поможет тебе добраться до Апологетики. Но этот гад тебя обманул. Забрал Айталук и прогнал. После чего хотел захватить территорию Райли, но не смог из-за псионической завесы. Интересно. Ну а после? Ты вытащил меня с территории 713, принес к себе домой, вылечил. Я поклялась, что буду помогать тебе до конца, пока ты не осуществишь свой инсуакиль, пока не выберешься из города. С той поры мы вместе. А что Флинт? Ха! Он получил по заслугам. Я убила эту мразь сразу, как только встала на ноги и отомстила за тебя. Ты убила Флинта? Да, и теперь мы с тобой владеем тремя территориями. Как ты мог об этом забыть? Это не укладывается в моей голове. Это... Пойдем, писатель. Злодей, кажется, ушел. Нужно поскорее пробраться в тайник, если не хотим здесь заночевать. Она стала помогать мне подняться. Ситуационный анализ. Произнес бесстрастный компьютерный голос. Боль в боку прострелила меня насквозь, и я с криком повалился на озничь. Писатель, нет, не уходи, не оставляй меня! Удалялся в неведомую даль затихающий голос Тины, а я уже летел в пропасть, кувыркаясь и кружась. Сид, сид, ситуационный анализ. Нестабильная. Обстановка нестабильная. Параметрическая дис-дис-дис-дисфункция. Что со мной? Что происходит? Это не может быть реальностью. Это все в моей голове. Писатель, проект под угрозой. Писатель! Хо, это ты? Объясни, что со мной? Трещина. Так всегда происходит, когда пытаешься стоять одновременно на двух льдинах. Они разъезжаются в стороны, и ты падаешь в ледяную воду. Я действительно упал. Упал с огромной высоты. Удар был таким мощным, что вокруг меня образовался кратер. Лежа на его дне, я слышал, как по гладким стенам воронки сыплется мелкий песок. Ситуационный анализ завершен. Производится калибровка системы. У-у-у-у. Своим я пошевелился, подгребая под себя руки. Странно. Я не просто выжил после такого падения. Но кажется, еще и умудрился остаться невредимым. Ничего не болит. Кости не сломаны. Ран на теле нет. Что же это за мир? Ползком по черепашьей я начал выбираться из кратера, пока не оказался на поверхности бескрайней и гладкой пустыни, над которой раскинулось такое же бескрайнее синее небо. Впереди, спиной ко мне, стояла Райли. Когда я позвал ее, она вздрогнула и, не оборачиваясь, пошла прочь. «Куда же ты?» Я поднялся на ноги и пьяной походкой побрел по ее следам. Но чем быстрее я спешил за ней, тем заметнее она удалялась. «Подожди меня! Постой!» Свистящий в ушах ветер уносил мои слова прочь вместе с песком. «Калибровка системы завершена. Параметры загружены». «Как обстановка?» — принес ветер чей-то чужой голос. «Стабилизировалась», — ответили ему. «Сканирование зафиксировало параллельный континуум. Данные готовы к выгрузке. Приступать?» «Подожди. Что насчет разрыва в блоках?» «Боюсь, что перезагрузить не получится. Участок нейромассива поврежден. Мы не сможем изолировать канал». «А если заблокировать поврежденный фрагмент?» «Нельзя. Это вызовет каскадную трансцендентность, и мы столкнемся с парадоксом витой дуги». «Что делать будем?» «Остается одно — открывать канал, как он есть». «Убирайтесь из моей головы!» — не выдержал я, отмахиваясь руками, словно пытался отогнать голоса, летающие вокруг меня. «Проваливайте! Замолчите! Выпустите меня!» «Он нас слышит? Проклятие! Запускай!» Голову пронзил сильный спазм. Я упал, прополз немного на карачках. Кровь из обеих ноздрей капала прямо на следы удаляющейся Райли. Я поднялся, держась за голову, и вновь поспешил вдогонку. Но она уже была очень далеко. Песчаная буря усиливалась все сильнее, застилая фигуру подруги от моих глаз, а ее следы быстро заполнялись песком, стираясь и исчезая. Еще немного, и я потеряю их из виду. «Райли!» — свалившись на колени, я в полном бессилии протянул к ней руки. «Не оставляй меня! Райли!» «Я с тобой, писатель, я здесь!» — раздалось поблизости. «Тина, держи его!» «Я стараюсь!» — спронзительной натугой отзвенела Тинкина сопрано. Сначала ко мне вернулась боль. Ощущение было такое, словно кто-то настойчиво и иступленно ковырялся в моем теле двумя большими гвоздями. Первое, что я увидел, открыв глаза, была небольшая деревянная скамейка, ножки которой упирались по обеим сторонам от меня. Тина, которая каким-то чудом успела подставить ее между мной и злодеем, изо всех сил пыталась теперь оторвать скамью от стены, чтобы дать мне возможность выскользнуть из ловушки. Однако злодей уперся изо всех сил, пробив своей клешней толстое сиденье и дотянувшись остриями ножниц до меня. Кончики костяных пальцев воткнулись в мою грудь неглубоко, но соскочить с них никак не получалось. Боль была слишком сильной. «Приготовься!» – воскликнула Райли. Что-то хрустнуло за спиной у злодея, а затем появившаяся сбоку от него девушка со всего размаха воткнула сломанный черенок от швабры прямо в глаз чудовища. Злодей заревел и дернулся. «Как раз кстати, потому что его клешня вышла из моего тела». Тина, воспользовавшись моментом, оттолкнула скамейку от стены и сама протиснулась под ее ножку, расширив пространство, в которое я тут же и нырнул. Поняв, что его обманули, злодей яростно взмахнул лапами. Скамейка слетела с его пальцев и ударилась в полку с игрушками, рассыпав их пыльным фейерверком. На полу Тинка ухватила меня под руку и поволокла в образовавшийся неподалеку проем между разломанными полками. Я полз быстро как только мог, чертя за собой кровавую дорожку. В проеме прямо перед нами показался Райли, которая буквально протащила меня через промежуток между стеллажами, после чего, дождавшись Тину, с рычанием налетела на покосившуюся полку, свалив ее окончательно, прямо на беснующегося монстра. Естественно, остановить тварь это не могло, но выиграть для нас пару драгоценных секунд Райли сумела. Стримглав, мы все втроем бросились в сторону ближайшей дежурной двери. Она оказалась не запертой. Я и Тина поочередно влетели внутрь, врезавшись в противоположную стену. Райли заскочила следом и заперла дверь, в которую тут же вонзилась пара лезвий злодейской клешни, остановившись в сантиметре от живота изгнанницы. Немедленно и мгновение Райли подхватила топор с пожарного щита и начала калашматить по клешням со всей силы. Злодей заревел, но не смог сразу выдернуть лапу. Уж больно крепко он засадил клешню в дверную доску. Удар! Еще удар! С хрустом один из смертоносных пальцев отломился, обнажив мягкую кровоточащую сердцевину. Злодей протяжно взвыл и рванулся так дико, что выдернул дверь вместе с косяками. Мы с Тиной вжались в стену напротив входа. От разъяренного монстра нас отделяла только Райли с красным пожарным топором в руках, но продолжение атаки не последовало. Злодей грохнулся как подкошенный, затих и перестал шевелиться. Мы не верили собственным глазам. Осторожно перешагнув через порог, Райли всмотрелась в неподвижную тушу. Что это с ним? Удивилась Тина. Почему он остановился? Да вроде как сдох. Райли постучала обухом по панцирю злодея и пожала плечами. Не трогай его, вдруг притворяется! Испуганно воскликнул я. С чего он сдох-то? Приблизившись к Райли, Тинка попинала хвост мертвой твари. Ковырнув топором бронированный покров зверя, подруга задумчиво посмотрела в потолок. От старости. От обычной старости. Как все банально. Как от старости? Не понял я. Хочешь сказать, что это не ты его убила? Нет. Он сам. Судя по наростам на панцире, это был дряхлый старик. Он тут спокойно готовился отойти в мир иной, пока ты не потревожил его на смертном одре. Ни хрена себе, старичок! Да он нас троих чуть не покромсал. Если это престарелый злодей, то на что способен молодой? Иди, забирай свои тряпки, велела Райли Тинни, после чего подошла ко мне. А я пока займусь его ранами. Тина послушно умчалась на второй этаж. Пока ее не было, Райли тщательно обрабатывала дырки на моей груди. Я, стиснув зубы, терпел. Сильно он тебя расковырял. Пустяки, царапины, тс-с, терпи. Ты знаешь... Тс-с, терпи. Ты знаешь, в какой-то момент мне показалось, что он меня убил. Протнул насквозь. Он бы это сделал, если бы Тина со скамейкой не подоспела. Но злодей все-таки тебя зацепил. От шока ты на время решился сознания. Я помню какие-то странные вещи, какие-то голоса. И кое-что еще. Кое-что еще? Да, я словно побывал в параллельной вселенной. И что ты там видел? Ничего. Ничего хорошего. Не могу понять, почему это мне привиделось. Этому способствовал злодей? Или же со мной что-то не так? Не знаю. Рарри закончила возиться с моими ранами. Удивляться особо нечему. Временами я улавливаю в этом здании какие-то легкие аномальные отклонения. Но не могу понять их природу. Должно быть, они как-то влияют только на твой разум. Потому что мы с Тиной ничего подобного не ощущаем. Мы вышли в разгромленный зал и остановились возле темных стеклянных стен, за которыми виднелась площадь. Из-за тонировки казалось, что на улицу уже спустились сумерки, хотя день был в самом разгаре. Как думаешь, почему они ушли? Спросил я. Злодеи, я имею в виду. Может быть, на охоту. Обычно проект действует сообща. Если охотятся, то все вместе. Злодей, напавший на нас, не присоединился к группе только из-за своей немощи. А вовсе не потому, что охранял логово. Значит, стая сейчас где-то бродит. Почему ты думаешь, что они не перебрались на другое место? Смотри, как пусто вокруг. Ни одного живого существа. Это говорит только об одном. Злодеи никуда отсюда не уходили. Они рыщут поблизости и в любой момент могут вернуться. Не знаю, как ты, а я хочу поскорее свалить из этого местечка. Разделяю твои чувства, но мы здесь еще не закончили. Да что эта Тинка так долго там возится? Видимо, ищет упакованные комплекты. А просто снять с вешалки и забрать ей не судьба? На вешалке одежда пыльная, грязная. Ой, смотри-ка ты, какая принцесса Турандот! Что-то шевельнулось по ту сторону окна. Далеко, где-то возле противоположных домов. Я припал к стеклу и напряженно всмотрелся. Действительно, что-то там шевелилось. Какое-то живое пятно. Райли? Чего? Взгляни-ка туда, ты это видишь? Райли встала рядом, прикоснувшись ладонями к стеклянной стене. Вижу. У нас проблемы, да? Угу. И большие. С улицы, выходящей на площадь, одна за другой, появлялись приземистые, ковыляющие фигуры, которые я тотчас же узнал. Злодеи возвращались домой. Один, второй, третий. Тина! Четвертый, пятый. Пять штук. Тина! Иду я! Послышался голос девочки. Сумку искала. Быстрее сюда, злодеи возвращаются. В районе эскалатора послышалась возня и топот. Потом показалась Тинка, которая волокла за собой большущую челночную сумку, набитую вещами. Ты куда столько нахапала? Одурела! Воскликнул я. Столько, сколько нужно. Давай, поторапливайся, злодеи уже близко. Бегу, бегу, бегу. Она ускорила спуск, стуча сумкой по ступенькам. Да чтоб тебя! Я бросился к ней навстречу и выхватил сумку из рук. Дай, я понесу. Показывай, где твое укрытие. Ой, ё-моё! Тина наконец-то заметила приближающихся злодеев. Действительно, злодеи. Да как много! Уводи нас отсюда! С мрачным хладнокровием произнесла Райли. За мной! Мы побежали в сторону хозяйственных помещений, где недавно пытались укрыться от злодея. Миновали коридор, повернули налево и оказались возле черного хода, запертого изнутри. Пока Тинка возилась замком, было слышно, как где-то в торговом зале уже топчутся грузные тела и раздаются протяжные голоса злодеев. Готово! Дверь открылась, и мы вбежали в узкий дворик возле лестницы, по которой некогда поднимались, чтобы попасть в магазин. Теперь сюда! Тина повела нас в самую дальнюю часть закутка. Там был тупик, и это меня сильно встревожило. Если злодеи нас здесь зажмут, шансов спастись уже не останется. Настоящая мышеловка. Но если даже Райли доверяла Тине, значит мне тем более стоило положиться на нее. — Помогите-ка мне! — попросила девочка, откатывая огромный деревянный барабан для кабеля. Райли подоспела к ней на подмогу, и вместе они быстро сдвинули преграду к забору. Потом они убрали большой деревянный щит, под которым обнаружилась металлическая дверь, ведущая прямо под стену. — Вот, это здесь! — радостно указала Тинка. — Отлично! — Райли подергала ручку. — Только тут заперто. — Естественно, ключ-то у меня! Тина вынула из кармана связку из пары ключей и демонстративно позвенела ими у нее перед носом. — Ну ты и хитрюга! Быстрее открывай! — Сейчас-сейчас! Один момент! Напряжение нарастало. Опасливо косясь на Райли, я заметил, что она беспокоится все сильнее. Тут, внутри магазина, послышался громкий рев. Либо злодеи обнаружили труп своего старика, либо просто учуяли нас. Но теперь их движение стало более интенсивным, а голоса пронзительными. — Писатель, отойди! Райли приготовил ножи. Сейчас полезут. Что она могла сделать этими жалкими зубочистками против живых танков с мечами-клешнями? — Но был ли выбор? — Сюда! Писатель, помоги! Тинка наконец-то открыла дверную створку. Я помог ей распахнуть ее полностью. — Райли, уходим! — Давай, ты первый! Девочка затолкала меня внутрь подземного склада, где я тут же покатился вниз по транспортерной ленте, уронив перед собой сумку с одеждой. За мной следом скатилась Райли. Тина запрыгнула внутрь последней и захлопнула дверцу. Мы остались сидеть в полной темноте. — Разве тут нет засова? — спросил я. — Нет, да и не надо. Проход слишком узкий для злодеев. Они сюда просто не протиснутся. — Твой тайник здесь? — послышался голос Райли. — Нет, но уже очень близко. — Тогда и веди нас к нему. Тинка чиркнула зажигалкой и зажгла свечу. Также она дала нам по свече и тоже их зажгла. Через складское помещение мы шли торжественно и степенно, словно жрецы. Из темноты поочередно выплывали коробки с товарами, поставленные друг на друга. Нижние успели рассохнуться и развалиться под гнетом верхних. — Тебе не тяжело? — поинтересовался у меня Райли. — Не очень. Меня больше волнует, как мы отсюда выберемся. — Может быть, злодеи сюда и не заберутся, но явно будут караулить нас у выхода, — ответил я. — Они уже караулят, — сказала Тинка. — Отлично. — Да успокойся. Тина наверняка знает запасной выход. Я права? — Конечно, знаю. — Ну вот видишь. — Так, теперь нам сюда, — свернула девочка. Мы обошли пустую транспортировочную каталку и оказались возле широких распахнутых дверей, соединяющих склад с подвалом магазина. Далее пролегал просторный зябкий коридор. Там мы повернули возле дверей большого грузового лифта, затем прошли выход на лестницу. Забаррикадированный парой столов и ящиками. Оставили позади решетчатую дверь со множеством предупреждающих табличек и большой надписью «Котельная». Наконец, коридор перегородила клетка из толстых железных прутьев, похожая на тюремную. Дверь с вывеской «Посторонним вход строго воспрещен» была не заперта, замок оказался сломан. Я обратил внимание на оторвавшуюся вентиляционную трубу, за которой изъяла продолжительная горизонтальная трещина. Сквозь нее пробивался свет из помещений первого этажа магазина, как будто бы кто-то из Полински пытался оторвать здание от фундамента. Тусклый лучик светло-серой полосой перечеркивал дверь с грубо приваренной ручкой, похожей на обычный кусок арматурины. На двери была налеплена табличка «Запасный выход». Мы пришли. Тинка остановилась возле двери. «Теперь ждите здесь. Дальше я пойду одна». «С какой это стати?» – воспротивилась Райли. «Мы так не договаривались». «Вам там нечего делать». Девчонка, быстро задув свечки, открыла дверь и побежала вниз по ступенькам. «Вот это заявочки!» – пробормотал я. «А ну-ка, стой!» Мы поспешили за ней следом, чертыхаясь в полной темноте. Лестница оказалась очень крутой, и грохнуться с нее было делом нехитрым. Пока мы вслепую спускались вниз, там уже скоблился ключ в замке, и с тяжелым скрежетом открывалась массивная дверь. «Стой, чертовка!» «Сидите здесь и ждите меня!» Тина захлопнула мощную створку прямо перед носом у Райли и принялась закручивать запорное колесо. «Мелкая сучка!» Райли стукнула кулаком по двери. «Какого черта она делает?» Я налетел на нее, обжигаясь горячим воском. «Не знаю, но этого следовало ожидать». «Как она могла так с нами поступить? Мы же ей помогли!» «Ах, ах, как же так!» Передразнила Райли. «Между прочим, это ты ее спасал, а не я». «А ты пошла вместе с ней за этим чертовым! Я даже не знаю зачем!» «Ладно, умолкни!» Подруга пошарила по полу и подняла зажигалку. Чиркнул кремень, и маленькая площадка перед дверью с надписью «Убежище» осветилась рыжим сиянием. Райли зажгла мою свечу. «Хотя бы свет нам оставила, и на том спасибо!» «Что делать будем?» «Что делать?» «Ждать!» «Подождем, там видно будет». Из тамбура вели две пологие лестницы. По одной мы только что спустились. Она выводила в подвал детского мира. Другая же, судя по недвусмысленному знаку с человечком и стрелочкой, выходила на улицу. По крайней мере, выход был рядом. Не придется прорываться через злодеев. Райли рассудила, что лучше будет вернуться обратно в подвальное помещение, что мы с ней и сделали. Там, усевшись на полу, завели разговор, чтобы как-то скоротать ожидания. «Поверить не могу, что Тинка нас предала», — с досадой произнес я. «Да погоди ты, Станать, это еще не факт. Она что-то скрывает, но избавляться от нас не собирается, иначе бы зажигалку не оставила». «По-моему, она просто ее выронила в попыхах». «Ты плохо знаешь нас, изгнанников. Просто так мы ничего не теряем. Да и дрябки свои она не забрала. Я думаю, что она вернется. В любом случае, нам надо отдохнуть перед обратной дорогой. Путь сюда меня порядком измотал». «Что да, то да. Поход получился не из легких. Но ты, как обычно, на высоте. Сколько монстров ты сегодня пустила в расход? Давай сосчитаем. Сначала две жуткие птицы, потом это хоботное чучело, затем подземные ползуны, и, наконец, злодей. А тебе все ни по чем». «Ну уж, конечно». Ты задался целью меня засмущать? «Не получится». «Да, с птицами я разбралась. И то, лишь благодаря тебе. Если бы ты шум не поднял, они бы нас и не заметили. Кункуласпидов было всего трое. Из них я точно убила двоих, а третий просто получил ранение. И, вероятнее всего, удрал. Что до гомункула, то с ним бы я никогда не справилась. Он сам залез в дантову длань. Шатуны довольно рассеяны, ведь они пребывают в полусне. «Ну а злодей?» «Я уже говорил, что он умер собственной смертью от остановки сердца. Так что моих заслуг в этом нет». «Не скромничай, ты отлично постаралась. Эх, мне бы твои суперспособности». «Суперспособности?» Прошу заметить. Тогда почему это тело вытворяет такие выкрутасы? Потому что оно на это способно, как и твое, кстати. Да прямо уж. Именно так. На самом деле, писатель, ничего необычного в этом нет. Проблема кроется в ограничении мозговой работы, а не тела. Именно базовые настройки вашего мозга замедляют реакцию и скорость. Ведь в вашей повседневной жизни эти параметры в основном не востребованы. А тело? Тело – просто оболочка, реагирующая на сигналы. Чем быстрее сигналы поступают, тем быстрее оно движется. При желании можно увеличить реакцию и силу обычными типовыми тренировками. И ничего запредельного тут нет. «Извини, конечно, но видя, что ты вытворяла и как ты двигалась, я не могу в это поверить». «Когда вернемся, я покажу тебе кое-что, и ты все поймешь». «Ы-э-э-э-э!» – раздалось откуда-то сверху. «Ы-э-э-э-э!» «Все, умолкаем». «Опять злодей?» – прошептал я. «Я непонятно сказала?» Райли поспешно затушил свечу. Послышался гулкий стук тяжело ступающих ног прямо над нами. Затем, и без того слабенький свет, пробивающийся в щель между стеной и потолком, начал кто-то заслонять. Я разглядел огромные челюсти, мелькнувшие в разломе, а спустя несколько секунд там показался уже знакомый красный глаз, скосившийся в нашу сторону. Злодей принюхался. Глупо было надеяться, что он не знает о нашем присутствии. Поторащившись немного в темноту подвала, монстра просунул в щель свою лапищу и немного поклацал клешней, стараясь нас нащупать. После нескольких безуспешных попыток он втянул лапу обратно и исчез из пролома. Судя по удалявшимся тяжелым и асинхронным шагам, злодей отправился дальше, по хозяйственному коридору первого этажа. Ух, наконец-то смог вздохнуть я. Свалил, урод. Я уж думал, что начнет пытаться в щель пролезть. Нельзя недооценивать злодеев. Соображалка у них работает слишком хорошо, чтобы не лезть туда, куда они пролезть явно не смогут. Сейчас он начнет искать альтернативный путь, и мне кажется, что скоро найдет. Тина же сказала, что через грузовую дверь им не пробраться. Они не пойдут через нее. В дальнем конце коридора начался грохот. Посыпалась какая-то мебель. Завибрировали проложенные вдоль стены трубы. Дверь на лестничную клетку. Они ломают баррикаду. Я же говорил, что они найдут обходной путь. Пойдем. Оставаться здесь больше нельзя. Баррикада долго не выдержит. Райли поднялась с пола и отправилась к дверям убежища. Я, захватив Тинкину сумку, поспешил за ней, заперев дверь на скромный засов. Пошли на выход. Не отставай, писатель. Пройдя дверь бомбоубежища, мы начали подниматься наверх, к выходу, цепляясь за перила. Погоди, сейчас открою. Райли принялась возиться с дверным запором. Зараза, не вижу ни черта. Очередной грохот в подвале указал на то, что злодеи уже разломали остатки баррикады и проникли внутрь. Быстрее, пожалуйста. Я стараюсь. Наконец дверь открылась, облив нас ярким дневным светом. Слава богу. Я рванулся было вперед, но Райли меня не пропустила. Куда? Сначала я. Она аккуратно протиснулась в дверь, начала осматриваться, но тут вдруг подалась назад и поспешно заперлась. Ты чего? Не сразу догадался я и чуть не свалился от сотрясения, когда в дверную створку врезалось крупное тело. Назад, назад, уходим! Мы спустились обратно к дверям убежища. Только теперь ситуация окончательно нарисовала нам безрадостную перспективу. С двух сторон нас окружили злодеи. Отступать было некуда. Что же теперь делать? Не лезть к дверям. Есть надежда, что протиснуться сюда они тоже не смогут. Дверные проемы слишком узкие, объяснила Райли. Со стороны подвала донесся пронзительный лязг решетки. Значит, они уже пролезли внутрь и теперь раскурочивают клетку. Еще немного и доберутся до нашей двери. В этот же самый момент уличную дверь с противоположной стороны кто-то активно ковырял. Охрененное приключение! Сходил с ума я. Эти злодеи повсюду! А что, если они все-таки пролезут сюда? Коридоры довольно широкие. Им нужно лишь разломать стены вокруг двери, чтобы втиснуться. «Писатель, не бухти!» Оборвала меня спутница. Подвальная дверь вылетела под напором чудовищной силы, и злодей, просунув в освободившийся проем свою уродливую морду, яростно заорал, заставив меня машинально опуститься на корточки, вцепившись Райли в ногу. Пролезть в коридор монстр действительно не мог, мешали плечи. Но ему хватало ума понять, что от нас его отделяют лишь пары бетонных выступов. Их-то он и принялся ломать, раздалбывая и расторапывая клешнями. С другой стороны, его собрат все сильнее расковыривал щели между дверью и стенами. Это было заметно по усилению падающего оттуда света. С обеих сторон по лестницам сыпалась бетонная крошка, давящая на психику своим шуршанием и погромыхиванием. Это конец. Мы пропали. Все. От страха я зажмурил глаза. «Да где же эта тина, скотина?» Райли ударила кулаком в дверь убежища. «Открывай, сволочь!» Один из злодеев попытался протиснуться в коридор, но застрял. Чудовище начало дергаться так, что по стенам пошли трещины. Казалось, что вот-вот на нас обрушится потолок. И тут, когда обстановка достигла своего апогея, за нашими спинами завозился скрипучий валик. Запоры выползали из своих пазов. «Тинка!» Мы одновременно вцепились в дверную ручку и потащили ее на себя. «Я же сказала, что вернусь!» Нос к носу с нами столкнулась тина, впряженная в большую тележку с кофром. «Все, смываемся, пока злодея не окружили!» Растолкав нас, она направилась было в сторону выхода, когда прямо навстречу ей ударил сноп ослепительного света, тут же заслоненного тушей второго злодея, выбившего уличную дверь. «Ну вообще-то, милая, они нас уже давно окружили!» Закричала Райли. «Скорее в убежище!» Повинуясь только собственному страху, я оттолкнул ее и бросился за спасительную дверь. При этом, нечаянно зацепился ногой за сумку и вместе с ней кувыркнулся вперед за порог. Райли перепрыгнул через меня и сразу начала запирать дверь, в которой тут же застрял тинкин кофр. «Подожди меня!» Воскликнула девочка. «Быстрее, затаскивай свои манатки!» Тележка перепрыгнула колесиками через порог, после чего дверь в убежище наконец-то закрылась. Райли сделала три оборота запорного колеса и в изнеможении опустилась на колени. «И что теперь делать?» Спросил я, пытаясь подняться на трясущиеся ноги. «Ты забрал мою сумку с одеждой?» Откликнул Стинка. «Нас минуту назад чуть не сожрали, а тебя это барахло волнует?» «Так забрал или нет?» «Тут она, тут!» «По хорошему счету, надо было тебя там оставить», — сказал Райли, «как и ты нас». «Да ладно вам, я же вернулась!» «Вернулась за нами или за своей сумкой?» Извительно спросил я. «Все же обошлось!» «Давайте поговорим об этом позже», — Райли пошаркала ногой по полу. «Сейчас есть тема поинтереснее. Выбираться как будем? Из этого убежища есть другой выход?» «Нет», — ответила девочка. «Значит, мы в ловушке». «Не совсем. Здесь есть еще кое-что, но я этим пользоваться не пробовала», — как-то неуверенно произнесла Тина. «Делай, что хочешь, но вытащи нас отсюда!» «Вы мою зажигалку не потеряли?» Наконец-то свет снова зажегся, и наши свечи озарили пустой промежуточный тамбур убежища. Впереди виднелась точно такая же бронедверь с колесом посередине. К ней Тинка и покатила свою тележку. «Надеюсь, наша пейпи-длинный чулок больше не будет нас подставлять», — «Пойдем, поглядим, что она там от нас прятала», — ответила та. Тинка вела нас вглубь старого бункера с большой неохотой. Сопела, долго водилась с запорами, все время дергалась. А когда мы вошли в центральное помещение убежища, то поняли причину ее нервозности. Это был не просто тайник, а целая лаборатория, оборудованная хоть и кустарно, но толково. Райли больше всего впечатлила большая черная конструкция, имеющая форму усеченной пирамиды. «Ничего себе! Откуда у тебя это?» «Это не я. Не я его сюда принесла». Виновата отвернулась Тина. «Ты хоть соображаешь?» «А что это?» — не выдержал я. «Это маяк сумеречников, причем работающий. Так вот значит, что было причиной твоих видений, писатель». «Черт возьми, Тинка, ты вообще в своем уме?» «Да говорю же, не я это. А кто?» «Пять-одиннадцать. Это его рук дело. Когда он огораживался от хищных тварей. Просто лагнизуры без маяка не работали». «И черный айталук — это всего лишь выдумка?» «Да». «Пять-одиннадцать. Сумасшедший идиот». «Я могу его понять. Он просто хотел выжить». «И эта лаборатория?» «Тоже его. Здесь он тестировал лагнизур. А когда получил результат и огородился от хищников, то перестал сюда ходить. Больше он здесь не появлялся. Поэтому вместо него тут поселилась я». «И не страшно тебе было жить рядом с этим?» Рарис опаска кивнула в сторону пирамиды. «Сначала да. Потом привыкла». Тина шмыгнула носом. «Все становится на свои места. Понятно, откуда ты взяла детали сумеречного маяка. Но в чем будет выгода писателю от этого?» «Сумеречникам нужно починить один из маяков. Писатель даст им запчасти». «Разломаем один маяк, чтобы починить другой?» «Не вижу логики». «Логика есть. Этот маяк с умеречником не так важен, как тот, другой, сломанный». «С чего ты взяла?» «Он отличается от действующих маяков». «Полагаю, что это какой-то вспомогательный маяк. Такие обычно находятся в стороне от основной трассы, соединяющей периметр с апологетикой. У них нет системы прямой связи, и от них исходит очень слабое излучение, словно они не работают, а пребывают в режиме ожидания». «Видимо, свою основную функцию этот маяк уже выполнил. У меня нет доказательств этой теории, но попытаться-то можно». «Сумеречники и так рассердились из-за поломки своего маяка, а мы им второй сломаем. Думаешь, им это понравится?» «По крайней мере, мы возобновим с ними контакт, а там уже станет понятно, что они обо всем этом думают». «Не исключено, что испорченный маяк был единственным устройством, поддерживающим связь с умеречниками, потому-то его и разместили в апологетике. И это не сумеречники замолчали, а мы отключились от них. Все это лишь гипотеза, но имеющая право на существование». Я кашлянул и осторожно вклинился в их разговор. «Если причиной моего угнетенного состояния и странных видений был этот маяк, тогда почему сейчас я ничего такого не испытываю?» «Потому что я вытащила из него коннектор», снеохотой ответила Тина. Теперь он умолк. «Не к добру это все». Ралли подошла к лабораторному столу и взяла стопку бумажек с чертежами и формулами. «А это что?» «Работал явно не одиннадцатый. Чем ты тут занималась, милая?» «Не трогай!» Тинка со злостью выхватила у нее бумаги и тут же их порвала. «Это тебя не касается». «Ну ты потише, не забывай, с кем разговариваешь». «Прости, но это правда нельзя. Это только мое. Я и так отдам тебе больше, чем нужно. Оставь это мне». Быстро сгребая руками записи со стола, Тинка попятилась в уголок. «Оставь ее, Райли», – попросил я. «Думаю, она вправе сохранить свою тайну». «Да надо мне больно», – Райли хмыкнула. «Плевать я хотела. Пусть лучше покажет то, зачем мы сюда перлись. Ведь я имею право взглянуть на это». «Имеешь, конечно имеешь». Тинка лихорадочно свалила все свои бумажки в мусорный бачок и подожгла их. «Тогда показывай. Я хочу это увидеть». Бросив в огонь еще несколько бумажек со стола, Тина подошла к своей тележке. Пока она возилась с кофром, Райли заметила сломанную решетку воздуховода под потолком. «Там что ли прятала? В шахте? Ага. Там очень узко, только я могу пролезть». «Понятно». Наконец девочка сдвинулась за щелки на кофре и открыла его. «Вот, смотри». Райли молча посмотрела туда и улыбнулась. «Такую же улыбку я наблюдал, когда она увидела Айталук в библиотеке, но сейчас, в мечущемся свете пламени от горящей бумаги, эта улыбка казалась еще безумнее и страшнее». «Да», – произнесла она, и вытерла скатившуюся слезу. «Ты удовлетворена?» – спросила Тина. «Вполне». «Простила Туриэль, но теперь это мое». «Опасайся его. Теперь ты его цель. Плевать. Я доведу дело до конца». «Я знаю, что доведешь». Мне стало очень любопытно, и я подошел к ним, чтобы посмотреть, что же так воодушевило мою подругу, но та захлопнула кофр прямо перед моим носом. «Так как будем выбираться?» Облокотившись на тележку, Райли посмотрела на Тинку. «Есть один способ, я покажу». Та провела нас в соседнее помещение, где вдоль стен располагались многочисленные двухъярусные койки, словно в казарме. «Гасите свет». Мы одновременно задули свечи, но темнота не затопила пространство, как ожидалось. В дальнем конце казарменного отделения брежело отчетливое свечение, словно отработавшего там портативного телевизора. «А это что еще за...» – прищурил Райли. «Аномалия? Здесь?» – вторил ей я. «Не бойтесь», – прошептала Тинка. «Это всего лишь...» «Лагнизур», – нагадалась Райли. «Тот самый камень, которым бывший хозяин этой территории отгораживался от монстров?» – вспомнил я. «Ага». Тина пропустила нас вперед. Мы подошли к прозрачному желтому кубу, похожему на светящуюся канифоль. Я представлял себе эти камни огромными глыбами. «Как видишь, это не так». Райли присела. «Лагнизур – особое вещество. Остающиеся после солнечной слезы. Одной из самых опасных аномалий. Солнечные слезы возникают в непосредственной близости от дантовой длани. Поэтому на территории 5.11 «Лагнизуры» найти не проблема». Он их собирал и изучал. В результате выяснил, что эти камушки впитывают и концентрируют излучение, исходящее из сумеречных маяков», – добавила Тинка. «Опытным путем 5.11 обнаружил, что если «Лагнизур» долго подержать возле работающего маяка, то он поменяет цвет. При более углубленном изучении оказалось, что меняется не только его окрас и прозрачность, но и энергетическая структура. Но главный парадокс заключается в том, что между маяком-передатчиком и камнем-приемником образуется постоянная связь. Камень улавливает излучение от маяка и рассеивает его. Если при этом обработать «Лагнизур» специальным химическим раствором, то можно усилить этот процесс, превратив его в мощный излучатель. Сильнее псионической завесы Айта-Лука. «Но реагировать на излучение будут только звери», кивнула Райли. «Да, видимо, сумеречники использовали это для отпугивания от своих маяков излишне любопытной живности. Потом, когда нагрянула банда грязного Гарри, его остолопы разрушили «Лагнизуры», чтобы на территорию снова могла заходить добыча. Это не составило труда. Камушек чрезвычайно хрупкий, крошится и раскалывается даже при сильном сдавливании». «Но этот камень почему-то уцелел», указал Райли. «Он испорченный. 5.11 ставил на нем первые эксперименты и частично повредил, поэтому и оставил его здесь». «И как он нам поможет?» – озадаченно спросил я, уже начавшей было представлять, как мы с троем пройдем сквозь стаю злодеев, держа перед собой этот светящийся кубик. «К сожалению, он не обработан, к тому же поврежден», ответила Тина. «Так что злодеев им не напугать. Но у этого камня есть еще одно свойство. Когда на фабрике я подслушивала голоса бандитов, тех, что ломали лагнизуры, они говорили об очень странных вещах, происходивших с ними. Если камень разбить, то на время попадешь в пространство измененной реальности». «Как это?» – недоверчиво спросил Райли. «Не знаю». Бандиты, судя по отзывам, были этим сильно напуганы, но никто из них не пострадал, поблуждали по какому-то жуткому миру и спокойно вернулись обратно. Наверное, в момент нарушения целостности камня происходит выброс аккумулируемой в нем энергии, которая создает дыру в пространстве. Это звучит как бред. Но другого выбора у нас нет. «Если разрушим камень, то, возможно, сумеем обойти злодеев через параллельный мир». «Этот лагнизур накопил очень много энергии, пока тут лежал, поэтому времени на преодоление опасного участка должно хватить». «Допустим, допустим, вся эта чушь действительно позволит нам проникнуть в чужой мир», – скептически ответствовал Райли. «Откуда нам знать, нет ли там другой опасности? Здесь мы хотя бы у себя дома, а там еще неизвестно, что за напасти нас ждут». «Бандиты грязного Гарри говорили, что тот мир очень похож на наш, только там пусто, совсем никого нет», – ответила Тина. «Эти уроды могли наплести все, что угодно. Верить им глупо». «Но других свидетельств у меня нет. Либо мы пробуем воспользоваться этим способом, либо сидим здесь и ждем, когда злодеи снимут осаду. А они ее снимут еще не скоро, так что решайте». «Я думаю, что стоит воспользоваться этим шансом», – выступил я. «Тинка права. Выбора-то у нас особого и нет. А тут вдруг получится». «Что скажешь, Райли?» – спросила Тина. «А давайте. Чем черт не шутит?» Та размахнулась и ударила камень рукоятью ножа. Желтая канифоль вспыхнула и тут же погасла, рассыпавшись с хрустальным звоном. В воздух взметнулись миллиарды крошечных осколков, которые подобно волшебной пыли образовали вокруг нас небольшое мерцающее облачко, от которого мы дружно закашлялись. «Фу! Что за пыльца?» В чередуе кашель с чиханием я протирал засорившиеся глаза. «Ты бы хоть предупредила!» «А я знала!» – сквозь кашель ответил Райли. «Идиотская затея!» «Ну и где твое излучение?» «Только дурацкая пыль!» «Я была уверена, что получится», – оправдывал Стина. «К черту твоя уверенность! К черту!» «Да что это все-таки за пыль? У меня по телу условно электрические разряды бегут», – заволновался я. «Та же ерунда!» Райли потрогал свою шею, потом руку. «Чем мы надышались?» «Работает?» «Работает!» «Я же говорила!» – взвизгнула Тинка. «Да что работает? Почему нас так трясет?» «Это не излучение!» «Это...» «Это что-то в воздухе, в этих частицах!» «Мы выходим из собственных оболочек?» – недоумевала Райли. «Нет! Но пространство изменяется! Я чувствую это! Времени мало! Нужно выбираться, пока действие лагнизуры не закончилось!» – ответила Тина. «Ну что ж, я попробую. Держитесь за мной!» Приготовив оружие, Райли пошла на выход из убежища. «Стойте возле внутренней двери, и если что-то пойдет не так, немедленно ее закрывайте!» Уже возле внешней двери, отделяющей нас от злодеев, она немного помедлила. Все-таки сомнения в успехе у нее оставались. Но, переломив себя, отчаянная девушка начала вращать колесо. Мы стояли в полной темноте, держась за спасительную створку, когда вдруг внешняя дверь приоткрылась, и в тамбур проник свет, добиравшийся с улицы. От страха я дернулся, но Тинка удержала меня на месте. Открывшая дверь Райли столкнулась нос к носу с поджидавшим ее злодеем. Видимо, она тоже опешила поначалу, потому что никаких действий в первые секунды этой встречи даже не предприняла. Да и злодей почему-то не реагировал. Вообще, он выглядел довольно странно. Свет как будто проходил сквозь него, а сам монстр больше напоминал голограмму или призрака. Медленно протянув руку с ножом, Райли дотронулся до его головы, и лезвие легко прошло сквозь череп, будто бы тот состоял из воздуха. Злодей отпрыгнул назад, словно от удара током. Было видно, как его конечности дергаются в непроизвольных судорогах. От боли и страха чудовище бросилось на утек, и на лестнице, ведущей к подвалу магазина, столкнулась со своим непонимающим собратом, где образовалась свалка. Монстры рычали, лупили клешнями по стенам и даже, кажется, подрались. Поверить не могу. Райли обернулась к нам. Действительно работает. Пошли же, пошли! И мы вышли на залитую солнцем улицу. Я увидел троих прозрачных злодеев, медленно растворяющихся в воздухе. Они бродили вокруг нас, рычали, но не трогали. Они нас не видели, не чувствовали. В конце концов, их топот и рев вообще перестал доноситься до нашего слуха, а тела полностью исчезли. Мы остались втроем, посреди пустого города. Подняв голову, я увидел висящие над нами Дунькина Карамысла. В последний раз я видел их еще до всей этой катавасии, с крыши Смородинского небоскреба. Почему они опять появились? Куда мы попали? Спросил я у Тины. Я думаю, что мы поднялись этажом выше, ответила та. Теперь монстрам нас не достать. Параллельное измерение, оглядывалось по сторонам Райли. Не наша реальность. Твоя, писатель. Твой мир. Как здесь пусто. Я помню эти радуги, видел их издали. Когда мои спутники были еще живы. Неужели я вернулся в свое измерение? Сильно не обольщайся. Это временное явление, ответила Тинка. И мы должны поторопиться, пока оно не закончилось. Райли, теперь вся надежда на тебя. Что насчет аномалий? Они изменились. Здесь у них совсем другая структура. Но в целом все осталось на своих местах. Просто действует иначе. Пожалуй, я смогу провести вас обратно. Я выволок из убежища тележку с сумкой, и мы отправились в обратный путь. Детский мир остался позади. Тележка прыгала колесиками по многочисленным трещинам и выбоинам поломанного асфальта. При этом шумело так, что, будь мы в прежнем измерении, сюда бы, наверное, сбежались твари со всего города. Возможно, в моем сердце играл страх, но я почему-то чувствовал их присутствие. Они были рядом. Они были повсюду, шли за нами, пригождали дорогу и проходили сквозь нас. Но их не было видно. В люках, через которые мы недавно лазили, появились жонглеры. Поэтому весь путь пролегал по поверхности. Дойдя до дантовой длани, мы увидели, что от нее не осталось и следа. Теперь это был просто квартал сильно разрушенных домов. Однако Райли, помедлив немного, все-таки повела нас по границе света и тени. Значит, аномалия продолжала действовать, только уже иначе. Когда я тащил за собой тележку, стараясь держаться ровно по линии, то в ушах стояло странное гудение, а в волосах потрескнуло статическое электричество. Мы прошли еще пару Дунькиных коромысел, затем наблюдали странные аномальные явления, представлявшие из себя одновременно открывающиеся и закрывающиеся двери домов и близ стоящих машин. Но больше ничего необычного не заметили, вплоть до того участка, на котором встретили птиц-молотов. С этого места Райли сделала довольно внушительный крюк вокруг церкви, видимо, обнаружив какие-то подозрительные участки. На прицерковной парковочной площадке с указателем только для АМ-служителей храма мы сделали небольшую передышку, и я наконец-то смог дать отдохнуть от тележки и сумки своим измученным рукам. Велев нам оставаться на месте, Райли пошла проверять отрезок пути до границы территории 5.11. Мы с Тиной остались стоять возле припаркованного Мерседеса, в крыше которого торчал огромный крест, свалившийся с церковного купола и пробивший машину насквозь. К счастью, в салоне никого не было. Лишь сверкали золотые иконы на передней панели. Так ярко и чисто, словно их только что почистили. «Неужели мы выбрались?» произнес я. «Еще не выбрались», ответила Тинка. «Выберемся, когда достигнем моей территории». «Да вон же она!» «Я даже отсюда вижу указатель, с которым мы прятались». «Но мы пока еще не там. Соберись, писатель, рано расслабляться». Райли вернулась весьма задачной. «Ну, что там?» «Ничего не поняла. Я чувствую странные аномальные завихрения. Их не было, когда мы сюда шли. Идти придется на свой страх и риск». Вдалеке что-то прогрохотало. Я почувствовал, как странный озноб пробежал по моему телу. «А это еще что за новости?» Спутницы обратили взгляды в направлении звука. «Погодите-ка, это мне знакомо». Я свел руки так, чтобы пальцы не касались друг друга и продемонстрировал дуговые разряды, пляшущие между ними, как в катушке Тесла. «Это уже было со мной. Город пронзают импульсы. Я не знаю, что это, но нам надо скорее уходить». Сразу после моих слов мы увидели, как над домами поочередно гаснут радуги Дунькиных коромысел и между крышами зданий вспыхивают фиолетовые молнии. «Ладно, авось пронесет». Райли с электрическим треском потерла руки. «Давайте за мной». И мы поспешили к лесу, видневшемуся за внушительным дворцом спорта «Алимп», с колоннами и меандрами на фасаде. Осталось пересечь футбольное поле, эвакуационного пункта. Проще было бежать напрямик, но Райли, что-то почуяв, свернула на беговую дорожку, обходя пару машин скорой помощи. Тащить тележку по ровному покрытию стало гораздо легче, и я почти перестал вставать от девчонок. Но вместе с этим почувствовал, что моя рука, тянущая груз, как-то странно растягивается, словно резиновая. «Быстрее, быстрее, мы возвращаемся!» кричала Райли. Я лишь потом понял, что на самом деле означало эта фраза. Мы возвращались в прежние измерения. Действие Лагнизура заканчивалось. Пространство начало как-то странно мерцать, дергаться, мелькать миражами. Позади грохотали громовые разряды и сыпали искрами молнии. Я различил, как одна из таких молний шибанула в церковную колокольню, возле которой мы были совсем недавно. Что хуже, вывалиться обратно в кишащий монстрами мир или задержаться здесь и погибнуть от чудовищного разряда? Одна перспектива лучше другой. Наконец-то футбольное поле осталось позади, до указателя уже рукой подать. Тинка ухватилась за тележку рядом со мной и мы вдвоем налегли на нее, спеша запетляющей Райли, что из сил. Усталость не чувствовалась, ее заглушал страх. Где-то неподалеку, вместо громовых раскатов, я услышал рев неведомых существ и стало понятно, что мы вернулись в прежние измерения. Сюда, сюда, к зарослям! Райли пропустила нас вперед, а сама осталась прикрывать отступление. Словно две взмыленные лошади мы с Тинкой пронесли к нему плаката и, как подкошенные, свалились на тропинке, уходящей в чащу. Обернувшись, я увидел, что сзади к нам подступают какие-то массивные фигуры, от которых нас отделяла вооруженная Райли. На нее они не нападали, а просто переминались по ту сторону указателя, боясь двинуться дальше. Когда девушка медленно отступила к нам, они развернулись и исчезли. «Вот это кросс!» преодолевая сбившееся дыхание, произнес я. «Нет, пожалуй, в следующий раз, когда вы пойдете за покупками, я останусь дома». «И это будет правильно. Так, хватит прохлаждаться, нам еще нужно до дома добраться». «Имей совесть, Райли, дай минутку в чувства прийти». «Про свою совесть я уже говорила, поднимайтесь». После всего пережитого, путь через опаснейший аномальный лес Тинкиной территории показался мне приятной прогулкой в парке. Вот уж действительно, все познается в сравнении. Чертов детский мир я забуду еще не скоро. Но, к счастью для нас, все завершилось удачно. Так подошла к концу одна из самых опасных вылазок, в которой мне довелось поучаствовать». Продолжение следует...